Привет, товарищи! Всем привет! У нас будет небольшое предисловие, потому что начинать подкаст без предисловия, я считаю, важным начать его именно с этого предисловия. Здравствуйте, пацаны и девчонки! С вами, как всегда, Дима, Тимур и Максим. Этот выпуск подкаста нам начинать нелегко. Многие наши друзья, знакомые, коллеги, родственники, а также наши слушатели и зрители сейчас страдают или же боятся за свою жизнь. Кто-то бежал, а кто-то лишился всего. И хотя мы заявляли о своей позиции во всей этой ситуации, нам говорить о ней прямо и открыто сейчас просто опасно. Особенно, когда ты ведешь подкаст на несколько десятков тысяч слушателей и не являешься важным, богатым человеком или же знаменитостью, которая может улететь отсюда в любой момент или имеет другое гражданство. Есть неиллюзорный шанс сказать что-то не то, не успеть избежать последствий. Собственно, так случилось с ведущими, поэтому мы закрыли наш завтра-чат, удалили наши личные твиттеры и будем теперь очень осторожны в наших выражениях. Поэтому этот подкаст вы слушаете в записи. Это не значит, что мы изменили свое мнение, наоборот. Просто мы скажем обо всем так, как об этом пока еще можно говорить. Имеющие уши и мозги да услышат. Мы маленький подкаст друзей, которые когда-то очень давно любили видеоигры, кино, сериалы, технологии и надеялись на прогресс. Всего этого сейчас нет. Наши мысли сейчас совсем о другом, а мы надеемся, что все это закончится. Весь прогресс, все технологии, все видеоигры, сериалы, кино и так далее, все это поставлено на паузу и, возможно, не вернется к нам уже больше никогда. Даже наше собственное будущее под вопросом. Мы хотим сказать так. То, что сейчас происходит, глубоко неправильно и не нужно никому. Ни один меняемый человек в мире не поддерживает то, что сейчас происходит. Мы мечтаем о том, чтобы все это закончилось. Мы не хотим, чтобы люди страдали. Ведущие этого подкаста родились в середине 80-х и все наше детство пришлось на 90-е. В те времена происходило много самых отвратительных и неприятных событий, которые, конечно, не сравнятся с нынешними, но мы выяснили из того детства одно. Эскапизм помогает. Да, вам скажут, что это страусиная тактика. Да, эскапизм не защитит тебя от выстрелов и бомб, он не принесет тебе еду на стол. Книги, видеоигры, сериалы, кино, новости о технологиях, медиакультуре и так далее не смогут решить наши проблемы. Но они могут сделать нечто иное. Они могут придать нам сил для того, чтобы бороться с проблемами. Могут создать позитивный образ того, к чему нам всем надо стремиться. Поэтому мы продолжаем выпускать наши подкасты и стримы. В основном, конечно, ради себя, ради своей кукухи, нашего собственного душевного состояния, но и ради вас, наши слушатели и зрители. Мы получили сотни просьб от людей, которые говорят, что наш подкаст помогает им сохранить рассудок и хоть какую-то иллюзию спокойствия в эти дни. Ради них мы решили не бросать наш проект сейчас. Помните, что самая мрачная тьма всегда перед рассветом. Берегите себя и своих близких. Ваша команда из Автракаста. На этой тяжелой ноте, на самом деле, мы в очередной раз хотели вам напомнить, что, к сожалению, мы живем в тяжелое время. Но, опять же, большое количество людей нас очень просят продолжать, потому что, опять же, мы делаем их жизнь хотя бы чуть-чуть лучше. Вот, поэтому мы действительно решили продолжить. Да, сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка, пацаны и девчонки. Она нужна нам всем. Не только нам как подкаст, она нужна всем людям, которые нас слушают сейчас, потому что такое время. Но мы давно уже вам говорили о том, что Автракаст на самом деле является одним из основных наших способов вообще существования. Не только как проекта, но и просто по-человечески. Вот, и поэтому, если у вас есть возможность поддерживать нас как проект, мы будем очень рады и очень благодарны вам. И напоминаем вам, что у вас есть возможность подписаться на нас для того, чтобы, в общем-то, получить доступ к различным нашим новым проектам, к подкастам без редактирования. И, соответственно, вы можете подписаться на нас на Патреоне или на Apple Podcasts, соответственно, платные подписки. Но если вдруг у вас эти сервисы сейчас не работают, или вы просто хотите помогать нам не в валюте, вот, ну, там, зарубежной, так скажем, то вы можете подписаться на нас еще теперь и на сервисе Boosty, который мы тоже теперь используем. Да, и у него очень простой адрес b-o-o-s-t-y.to-slash-завтракаст. Да, надо напомнить, ребята, что для очень многих из нас, для меня с Димой подкаст сейчас является, в общем-то, основным источником того, как мы что-то делаем. И нам очень бы не хотелось как-то уходить, искать какие-то подработки, а это придется делать в противном случае, потому что вот у меня семья, еще что-то. И, соответственно, ваша поддержка напрямую влияет на то, сколько времени мы сможем уделять непосредственно проекту. Это прямая зависимость сейчас. Это уже не прихоть. Вот это вот тоже надо понимать. Вот. Ну и в любом случае мы в такое тяжелое время хотели тоже отчасти попросить, как бы не то, что прощения, но и попросить вас смириться с тем, что, в общем-то, у нас все еще остаются некоторые рекламные интеграции, небольшие, но все-таки. Они нам нужны тоже. Да, они нам тоже нужны. Ну и, соответственно, мы всегда топим за полезные, в общем-то, сервисы и полезные штуки. Вот. Наши старые товарищи, напоминаем вам про наш старых товарищей сервис FlowWOW. И так как впереди такой, так скажем, праздник, который просто исторический, так уж получилось, что вот он у нас прямо сейчас на носу. И под 8 марта вы можете, соответственно, купить цветы на, соответственно, сервисе FlowWOW. Напомню вам, что это Marketplace, где через приложение довольно удобно. Я вот уже очень давно заказываю цветы. Там не только цветы, там все подряд. То есть там и подарки, и там десерты какие-нибудь. Короче, если вы хотите кого-то поддержать, да. Порадовать, да, любимого человека, то обратите внимание на FlowWOW, тем более, что промокод ZC10 действует до 30 апреля, и по нему дается скидка 10% в приложении или на сайте. Ну и ссылка на все это в описании подкаста, либо в наших шоу-ноутах. Да. Спасибо ребятам из FlowWOW, что все еще тоже нас поддерживают, потому что для нас это сейчас важно. Ну и, соответственно, мы хотели приступить к слухам недели. Это наша самая первая рубрика, как вы помните, она, так скажем, у нас уже традиционна. И здесь случилась очень интересная, невероятная штука на неделе. Дело в том, что компания NVIDIA взломали. Причем взломали каким образом? Сделали так, что... Ну, то есть вообще-то никто толком не ожидал. К ним пришли чуваки, которые, по сути, занялись тем, что сделали ransomware, знаете, который приходит, начинает тебе шифровать все и говорит, что, слышь, бро, дай денег, вот, иначе тебе ключ не пришлем. В обмен на это чуваки-инженеры из NVIDIA взломали хакеров. Они не их взломали. Хакеры из группировки Lapsus ответили, что, типа, на самом-то деле инженеры NVIDIA взломали не их там сервера и не то, через чего они там взломали саму NVIDIA. Они взломали только виртуальную машину, на которую хакеры пытались воровать эти данные. И на этой виртуальной машине инженеры NVIDIA действительно взяли и зашифровали абсолютно все жесткие диски. Но у них были бэкапы. Да, но у хакеров были бэкапы, поэтому NVIDIA, к сожалению, не удалось предотвратить утечку. В общем-то, она пару дней молчала, но в итоге сказали, что да, действительно, атака хакерская на NVIDIA была. Соответственно, с ней ничего сделать не смогли. У хакеров есть исходные коды драйверов. Кстати, интересно, что попал даже исходный код технологии DLSS, которая технология улучшения изображения на видеокартах NVIDIA. Причем, помимо того, что утекли, естественно, какие-то вещи, связанные с софтом и разработками, утекли, в том числе, всякие разные бизнес-планы, утекли родмапы, которые, внутренние родмапы самой NVIDIA. И это, в общем-то, данные, которые представляют собой коммерческую тайну. Они стали, в общем-то, доступны. И помимо того, что хакеры сейчас сконцентрировались на том, чтобы снять хешрейт у видеокарт 3000-й серии, то есть для майнинга... Да, у видеокарт 3000-й серии есть ограничение для майнинга. И сейчас, поскольку исходный код драйверов утек, эти ограничения реально снять. Помимо всего прочего, собственно, технология DLSS теперь может увидеть каждый, как она работает. С этим уже ничего не подпишешь. И самое главное, что утекли внутренние родмапы по чипам. На три поколения вперед уже известно примерно, как будут называться видеокарты. Ближайшая Lovelace, она должна в конце 2022 года выйти, архитектура. Это будет 4000-я серия, получается? Да. Но самое главное, утек косвенно то, как будет выглядеть чип в новом свече. То есть в новом свече будет чип NVIDIA. Это уже подтверждено по факту этой утечкой. А у самого чипа будет поддержка DLSS. Но там нет никаких подробностей, когда это выйдет или какой мощности будет. Как ни странно, кстати, примерно об этом же все и говорили в последние годы. Потому что сколько года два про Switch Pro и про следующий Switch ходят новости. О том, что якобы под 4К все разработчики адаптируют потихонечку под новый профиль свои игры. Я бы не удивился, если бы они просто взяли бы условную Зельду, тупо запустили бы в 4К. И там с возможностью 60 фпс, но через DLSS. Я бы не удивился, если бы... Я правильно понимаю, что у AMD вот эта история с технологией улучшения изображения, FSR, она в опенсурсе. А у NVIDIA, соответственно, все закрыто к чертям, да? Более того, DLSS не работает на видеокартах без RTX. То есть, если у тебя условное 1080, то у тебя не будет работать DLSS. Есть поправка. Есть игра какая-то, я забыл, как она называется, на Steam, которая позволяет тебе все эти технологии включить на любой видеокарте. И чуваки экспериментировали, пытались сделать, и выяснили, что если DLSS запустить на 1080, он работает. Но у тебя становится с DLSS меньше фпсов, чем без него. Ну, потому что у тебя нет ядер, которые могут это обрабатывать. Это все, в принципе, логично. Да, у тебя отсутствуют, собственно, вот это вот блоки вот этой математики, которая, собственно, обрабатывает. Там же ничего нет... То есть, ну, как бы, я так понимаю, что там нет никакого секретного соукса, так называемого. Там, по сути, просто нейросеть, которая достраивает изображение. Естественно, что на выгодных кедрах она будет работать лучше. Просто смотри, если FSR, это формально, так скажем, развитие больше технологии, если ты помнишь, как это назывался, не АА, а FXА, вот, которые, по сути, как бы... Это там паральное накопление, да. Ну, нет, это, так скажем, улучшение твоих вот этих вот всех сглаживаний с помощью накладывания там кучи разных типов изображения, из разных там фреймбуферов там и прочее. А, по сути, как бы... Я сейчас наверняка кто-нибудь мне скажет, что, типа, Тимон, я тут все напутал. Смысл в том, что DLSS, это, по сути, вот, помните, все ржали над консолями, типа, говорили, что ха-ха-ха, там шахматные 1080p ненастоящие, да, и вот это, типа, все ненативное. Вот DLSS, это, на самом деле, развитие вот этих самых технологий с темпоральной реконструкцией, которая работает как раз через нейросети. Вот. То есть все над чем там люди тогда смеялись и говорили о том, что, помните, тогда говорили, что, типа, нативного 4К вот на ваших консолях нет, и на твоем пока тоже нет. Ну, на самом деле, история еще и в том, что, помимо того, что своровали эти данные, у NVIDIA, NVIDIA предложили ультиматум, самый настоящий, то есть им сказали, что, чуваки, поскольку мы своровали ваши данные, вот эта хакерская группировка, она заявила, что, если компания NVIDIA не пообещает в будущем выкладывать все свои драйвера по методологии open source, то есть с открытым восходным кодом, то к пятнице, мы пишем этот подкаст как раз в пятницу, возможно, что это уже произошло, они обещают выложить в открытый доступ все технологические схемы, все чертежи, все исходные коды текущих и даже будущих проектов NVIDIA. Непонятно, пойдет ли на это контора или нет. Ну, то есть на месте NVIDIA я бы, наверное, просто послал бы их к чертям собачьим. Но, Саша, тебе всю твою коммерческую тайну, на которую ты работал многие годы и вкладывал миллиарды долларов, у тебя все идет коту под хвост. Это мне напоминает ситуацию, которая была с Garmin'ом какое-то время назад, когда у них тоже зашифровали сервера, и абсолютно все устройства Garmin по всему миру, включая часы, навигаторы для самолетов, они не работали вообще. Потому что, ну, они в итоге выплатили, они в итоге выплатили, собственно, сумму хакерам. И у них не было другого пути. Здесь вопрос, насколько глубоко тебя прижмут, потому что, с одной стороны, да, твои конкуренты не могут пользоваться твоими наработками, если они их получили в... Но не могут доделать свои на основе твоих... Ну, они могут прикинуть твою траекторию на ближайшие 2-3 года и откорректировать свои планы, исходя из... Слушай, я думаю, что конкуренты, а у конкурентов на самом деле только два, это AMD и Intel. Ну, то есть остальные, я бы сказал, слишком мелкие для них. Формально у тебя еще есть Apple со своей... Ну, формально. Но я просто к тому, что у тебя инженеры туда-сюда шастают из NVIDIA в AMD, из AMD, там, в Intel и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, что делает конкурент, ты плюс-минус знаешь. Поэтому я думаю, что NVIDIA не пойдет на такой шаг, она не будет открывать исходный код. Ты понимаешь, что иначе тогда бы аналог DLSS появился бы плюс-минус через 1-2 года, появился бы у AMD, но он не появился. Понимаешь, и в итоге аналог DLSS формально появился, знаешь, где? В Unreal Engine. Потому что помнишь вот эту самую демку Матрицы? Они же там, когда показывали, типа, как бы различные технологии в конце этой демки, у них как раз был момент, когда они показали суперрезолюшн, где у тебя, типа, без него показывается, и ты прямо в раз, и лесенки все эти видишь, а потом потыщешь, и у тебя, типа, идеальная картинка. Вот. То есть, они встроили это на уровне движка. Они это сделали быстрее, чем сделал это AMD на базе, там, типа, аппаратной какой-то. Понимаешь? То есть, как бы, в итоге в Unreal Engine 5 будет условно свой DLSS. Еще есть вариант, что они просто с хакерами за кадром, что называется, договорятся, выплатят им какую-то компенсацию в биткоинах. Вот. Но, опять же, мне кажется, это бессмысленная история, потому что, а что мешает хакерам просто взять биткоина и все равно выложить всю эту историю? Ну, то есть, это же никто не может предсказать. Вот. Поэтому Nvidia оказалась в очень непростой ситуации, и интересно, как она будет выкручиваться дальше. Ну, тоже непонятно, да. Что еще непонятно, как будет выкручиваться, так это студия Quantic Dream, которая, по слухам, сейчас испытывает серьезные проблемы с разработкой Star Wars Eclipse. И Star Wars Eclipse очень-очень-очень рано анализировали. Игра сейчас даже внятно не вошла в стадию предпродакшена, согласно Тому Хендерсону. Я, кстати, помню, что вот этот ролик, который показывали про Star Wars Eclipse, я так понимаю, что это не игровой ролик. Это все-таки просто какая-то... Это чисто синематик такой. Это чисто синематик, и смотрите, в чем интересный момент. Это синематик, который был во многом создан и показан, он был показан, ведь, на Game Awards, на секундочку, чтобы привлечь людей для работы над проектом. То есть, фактически, это был рекрутинг видео, потому что на фоне постоянных скандалов о французской прессе сейчас Давид Груталя, который более известен как Дэвид Кейдж, испытывает очень серьезные проблемы с набором персонала. Эти проблемы никуда не ушли. Ролик не сильно помог. И поэтому, если вы ждете Star Wars Eclipse, придется подождать еще примерно 6 лет. На PlayStation 6. Да, на PlayStation 6, наверное, выйдет. Мне, кстати, вот интересно. Вообще, у них же есть какая-то лицензия на Звездные войны? Ну, то есть, она не стечет ли к этому времени? Нет. Они, понимаешь, у них купили игру, по сути, и взяли и сказали, ребят, все, давайте, делайте, пилите свою игру. Ролик был очень крутой, но ошибательный. И большое количество людей суперпозитивно его оценили. Поэтому, естественно, теперь все сидят, ждут эту игру. Но проблема в том, что может случиться Star Wars 13. Если помните, игра была прекрасная, классная, все показывали, все было офигительно. Потом ее взяли и отменили. Но ее отменили не из-за того, что она плохо показывала, какой-то там перформанс или команда разработки фигово старалась. А исключительно из-за того, что Disney продал LucasArts. Ты понимаешь, эту историю? Ну, в общем-то, все. И как бы игра просто была закрыта, потому что руки перешли, скажем так, другим инвесторам. Ну, в общем, жалко, как бы. И причем, я думаю, что, может быть, U.A. Mechanic еще получилась бы довольно хорошая игра, которую они тоже там делали. Но, правда, говорят, что там прям очень мало в итоге продвинулась разработка. И, собственно, одна из причин, почему ее и закрыли. Вот, то, что там был производственный ад. А, кстати, если что, напомню, что Amy Mechanic сейчас делает там какую-то суперкрутую игру. Для Skydance. Для Skydance, как бы, и чего там за игра, вообще непонятно. Но какие-то крутые приключения по Марвелу. А вот интересно, будет ли новый Star Wars Jedi Fallen Order? Они же говорили, что... Fallen Order уже официально даже... Его официально объявили в отчете Electronic Arts. Его просто анонсируют 4 мая, потому что May the 4th. А-а-а. Типа, День звездных войн? Да, да. Конечно. А там еще такой клиффхенгер, что там прям очевидно было, что, как бы, можно купить вторую часть. Там ясно. Заряд на стикл в финале. Да. Ну, и игру очень хорошо восприняли. Как бы не получилось, как с Force Unleashed, когда первая часть вышла, была классная, вторая часть вышла и оказалась полным говном копипастным. Ты знаешь, я, кстати, вторую часть в итоге так и не прошел. Я ее что-то пытался, пытался, пытался и не допытался. В итоге как бы изобили. В ней, знаешь, классическая история. То есть в первой части ты там, типа, делаешь прикольную игру, но что-то не хватает, да? Ну, то есть видно, что она там немножко недоделана, надо бы доделать и так далее. Во второй части ты все доделываешь. У тебя там в техническом плане или там в плане геймплея все замечательно хорошо, но у тебя явно меньше денег или их просто дали меньше на проект. И у тебя уже нет такого размаха, и у тебя копипастные коридоры, и желание, знаешь, эту игру просто удалить в какой-то момент. То есть в Fallen Order 2 был отвратительный. Ой, господи, в Fallen Order. В Fallen Order 2 он был отвратительный, мне не понравился. Это правда. Я, кстати, могу сказать, что и при этом у сиквела бывает иногда очень хорошая история, потому что, например, вспомните, Assassin's Creed 2 был сильно круче, чем Assassin's Creed 2. Ну, Horizon, пожалуйста, какая-то, про которую мы поговорим еще. То есть, типа, тут реально, ну, it depends очень конкретно от конкретной франшизы, от конкретной игры, от всего. А что интересно с той историей, что в Quantic Dream'е было сексуальное домогательство и прочее? Так вот из-за этого, собственно, и не идут в студию. Я только что в самом начале говорил. Там смысл в том, что они заставили СМИ, Лемонт, ну, по сути, самую популярную французскую газету, опровергнуть все. Но при этом, как бы, Лемонт всячески делал вид, что, ну, и как бы всячески об этом говорил, что нас заставили, и мы все равно считаем так. И, типа, у нас огромное количество людей, которые заявляли все, что мы вот написали. Ну, то есть, типа, мы не с бухты-барахты написали эту статью. И, в принципе, все во Франции, весь игровой рынок, все знают, что действительно там есть большие проблемы в компании. Поэтому им сейчас сложно находить людей, потому что люди, даже уходящие из Ubisoft'а, не идут в Quantic Dream, как бы, и уходят куда-то в другие места. И им сейчас тяжеловато немножко. Такие дела. Понятно. Слушайте, ну, наверное, как бы самые интересные новости этой недели, знаете, как говорится, для будущих поколений, которые будут слушать этот подкаст через... Это очень-очень грустные новости. И давайте я сразу скажу, что мы не будем прям все перечислять сейчас в этих новостях. Мы больше расскажем вам о том, как вас это затронет, и как вы можете обойти какие-то моменты, которые возникнут в связи с этими ситуациями. Местами, если честно, я даже не знаю, как это все обходить. Мы просто хотели констатировать факт, знаете, как полевые дневники без какой-то оценки, без каких-то, знаете, там, почему, чего, как. Мы просто объявляем, что вот так и есть. Что огромное количество компаний ушли из России буквально за неделю. И, соответственно, большое количество людей, которые говорили о том, что, типа, да она там, да не нужен нам этот ваш Мерседес, короче. У нас вот есть Лада. Ну, так вот, и Лада тоже остановила производство, потому что у нее просто нету чипов и нету комплектующих, которые к ней поступают из-за границы. И поставщики комплектующих Лады теперь перестали ей эти комплектующие поставлять, поэтому она закрыла тоже свое производство. В том числе закрылось производство всех сборочных практически, ну, почти всех европейских американских компаний в России, типа Форда, там, и Фольксвагена, Тойоты, там, и так далее. Вот, BMW и прочие компании. И, как бы, большинство из них ушли в итоге из российского рынка, поэтому это грозит в первую очередь тем, что если у вас вдруг есть машина, и, соответственно, вам нужно ее как-то чинить или что-то с ней делать, то постарайтесь сходить на ТО и там, типа, на полную диагностику и починить вдруг какие-то проблемы прямо сейчас. Ну, типа, прямо сейчас. Потому что буквально через месяц-два у вас не будет такой возможности вообще. То есть вы просто придете, например, починить какой-нибудь... Как помните, я рассказывал, что у меня там какой-то, ну, там, типа, шланг побился от омывайки передней, да, и там пришлось это все дело менять. Вот, так вот, не будет этого шланга, вот. И просто у вас не будет работать омывайка там, типа, или еще что-нибудь. Пока вы не возьмете детали какие-нибудь на разборе, а потом детали из разбора исчезнут. А если у вас еще и редкая машина, типа, как у Макса, вот эта суперстарая Вольво, то, как бы, проблем можно еще больше огрести. Если только вы не сможете каким-то образом в десяти дорого заказать это из Китая, например. Да, ну, это касается не только транспорта, а, в принципе, вообще всех отраслей. Из ритейла ушла Икея, ушел H&M, ушел Mango, ушел Max Space, Prisma, JASC и так далее. То есть, в принципе, если вы хотели купить в Икеи фужерчики, то, к сожалению, уже нельзя. Да. Причем, это ладно еще, это из обычной жизни, но есть еще очень много профессиональных вещей, таких, как, например, тот же самый Autodesk или, например, Oracle. IT-компании, да. Да, огромное количество IT-компаний, включая Microsoft еще в том числе, которые предоставляют, ну, просто, грубо говоря, рабочие какие-то вещи, которыми вам нужно пользоваться на работе. Даже если вы, там, инженер, например, какой-нибудь, да. Циска закрыли. Циска закрыли и так далее. То есть, если вы хотите чем-то таким пользоваться, как бы, то вам теперь внезапно нужно брать и каким-то образом на работе переформатировать все. Ну, или там, или, грубо говоря, пиратить, что, ну, противозаконно, как бы, и я не знаю, как это все будет работать. Или же, соответственно, там, через какие-то шахер-махера закупать, там, через какие-то американские юрлица или, там, через американские физлица, что тоже формальное нарушение ТОСа, потому что вы будете покупать физическую лицензию на физическое лицо, а пользоваться ей в корпорации, там, или в компании, что неправильно, ну, нельзя так, типа, делать. То есть, какие-то шахер-махеры придется делать. Если с цифровыми сервисами это еще возможно, то, конечно, когда вы хотите купить, там, деталь для машины или, например, тостер или одежду, как бы, то это будет сделать сложно. Когда вы захотите купить косметику, это будет тоже очень сложно сделать. И учитывая, что еще и всякие компании по доставке, типа FedEx, DHL и так далее, и так далее, тоже отказываются все чаще и чаще от России, то если, например, вы хотели бы пойти в условные какой-нибудь Литуале, купить себе духи, их теперь там не будет. Если вы думали, что вы захотите эти духи заказать из-за границы, вам их не доставят и не продадут. И в итоге у вас нет ни одежды, ни духов, ни профессионального софта, ни запчастей, ни процессоров, потому что Intel и AMD тоже отказались от поставки процессоров в Россию. И в итоге все говорят, ну какая разница, ведь у нас же есть байкалы или эльбрусы, проблема в том, что их делают в таване на TSMC, а TSMC тоже отказался от поставок в Россию. И в итоге нету даже байкалов с эльбрусами, то есть нету вообще никаких процессоров. То есть они, конечно, пока что в стоке еще есть по десятерной цене, но купить что-либо в будущем, условно через месяц-два-три, будет очень тяжело, потому что буквально за неделю цены начали повышаться просто астрономически. Я напомню, что мне тут недавно позвонил друг и спросил, Тимур, а если я сейчас возьму себе максимально iPhone 13 Pro Max на терабайт за 180 тысяч, это нормально? Типа, я могу два сейчас взять, я говорю, бро, бери прямо сейчас, потому что на следующий день, как я ему написал, просто со скриншотами, он уже стоил 250 тысяч. То есть они будут продолжать работать в России? Они будут продолжать поддерживать те функции, которые работают, типа iCloud и прочих, я думаю, вот. Но не факт, что действительно это произойдет, может быть, и не будут. Как бы они не превратились, они все в кирпичи, понимаешь? Кирпичи не превратятся, но есть способ, который потенциально может помочь в этом плане, вот. Он заключается в том, чтобы создать, точнее, сделать миграцию своего аккаунта в Америку, и поскольку платить там никакими своими картами нельзя, то закупить Prepaid iTunes карточек, типа долларов на 500, вот, положить их туда и платить все эти подписки. То есть, если, типа, Apple Premier в России стоит сейчас там тысячу рублей, вот, то в США он стоит 30 долларов, что по нынешнему курсу минимум 3000 рублей. Ну, то есть, условно, вам придется платить в 3-4 раза дороже, вот. Но, если вы хотите сохранить работоспособность всех сервисов и прочее, то, возможно, в какой-то момент сейчас это станет нормальным способом. Вот, опять же, тем более, что Prepaid карточки еще можно купить на всяких там сервисах. Либо переходим на Android. Я уже подумал о том, чтобы купить себе какой-нибудь Huawei. Я бы не хотел бы, если честно. Ну, я бы тоже не хотел, ну а что делать? Ну, как бы посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае... С видеоиграми такая же история. То есть, Nintendo закрыла свой G-Shop на неопределенный срок. Якобы из-за технических проблем, на самом деле, мы все понимаем из-за чего. PlayStation перестала принимать карты к оплате и отозвала, кстати, Gran Turismo сегодня. То есть, она должна была выйти сегодня. У нас там... Они это сделали из-за курса, потому что предзаказ Gran Turismo стоил 5500 рублей, а это 40 евро. Хороших, да, хороших новостей вам скажу. Ну, как хороших, обнадеживающих. Компании, которые предоставляют услуги не двойного назначения, скорее всего, бизнес в России продолжит. Но сейчас вам надо будет потерпеть месяц-два, потому что действительно будет проблема с тем, что все эти развлекательные сервисы, они закроются на переоценку. Из-за валюты. Они подождут, пока стабилизируется относительно курса, чтобы его выставить. Из-за логистики, потому что из-за запрета на воздушное сообщение сейчас надо менять логистические каналы доставки товара. И есть еще момент, связанный банально, вот как правильно Тимур заметил, с тем, что цены были неадекватны уже в момент, когда вы это покупали, потому что курс меняется очень резко. И игровые сервисы, скорее всего, не пострадают. Но даже если вам очень хочется поиграть в условную гран-туризма, или у вас из-за профилактики на стороне eShop есть проблема с доступным библиотекам, есть все тот же старый добрый способ, про который только что говорил Тимур. Вы в случае с eShop просто меняете свою страну в аккаунте на какой-нибудь UR, у вас все работает. Естественно, цены у вас соответствующие в рамдах, но в любом случае у вас уже библиотека как минимум доступна. У вас сервисы никто от меня не отнимает. Второй момент, если вы хотите купить ту же гран-туризма 7, вы можете завести американский аккаунт, купить prepaid карточку на PSN и играть спокойно со своего российского аккаунта в американскую версию. Все нормально. Это вам обойдется, условно, там в 7-8 тысяч рублей, но я думаю, игры столько и будут стоить через месяц. Да, игры тебе дорогие удовольствия. Да, и в данном случае косвенно мои слова подтверждает тот факт, что Netflix, например, он в течение трех суток обновил свой биллинг российский и теперь принимает абсолютно все российские методы оплаты и никуда не уходит. С Netflix российский немножко все сложно, Макс, потому что российский Netflix это NMG, это российская национальная медиагруппа, который как бы, это не американский Netflix, это российский Netflix, так скажем. А PlayStation российский, это не российский PlayStation, это европейский PlayStation. Да, и вот есть момент даже с течениями валюты, потому что почему у нас остановился кинопрокат, например, потому что непонятно, как перечислять сейчас деньги в головные офисы, ну то есть ты собрал прокат, а дальше ты что с этими деньгами? Ну да, у тебя лежат рубли, а тебе надо в Ирландию послать доллары. Да, короче, очень многие отрасли остановятся не потому, что они хотят уйти, они может не хотят уходить, они могут действительно вернуться, но они остановятся на какое-то время, потому что абсолютно всем сейчас в этих условиях надо менять абсолютно все. Свой подход, парадигму к работе и самое главное, ну собственно, как вообще ты будешь двигать средства, потому что это бизнес, тебе это надо делать. Макс, многие все-таки уйдут, они уже ушли и уйдут, тем более, что это связано еще, кроме всего прочего, с экономической нецелесообразностью. Если ты видел, различные компании типа BMW того же самого обновили свои цены официальные на машины, и BMW X5 теперь стоит минимум 15 миллионов рублей, понимаешь? Хотя еще недавно она стоила 7, а еще совсем недавно до этого 5, вот, и, ну, тебе никто за 15 миллионов рублей сейчас машину не купит, кроме тех, у кого были накопления в валюте или в крипте, вот, то есть у тебя просто, ну, нереально, как бы, поэтому целесообразность работы BMW практически бессмысленна в России, потому что у тебя самая дешевая машина будет стоить так дорого, что ее никто не сможет купить. Ну да, но не стоит забывать, что такая же история была в 90-х, если ты помнишь, то есть сначала все началось с того, что те люди, у которых были деньги, смогли закупать эти истории где-то там на перекладных, там, как-то их перегонять и прочее, прочее, но затем все стабилизировалось. Я вот очень надеюсь на то, что все эти компании, которые говорят о том, что они уходят, они на самом деле не уходят, они просто приостанавливают до каких-то, ну, хороших, хороших времен, вот, может быть, это займет пару лет. Или 10. Или 10, или как в Советском Союзе, 70, вот, если помнишь, помнишь эту историю? Вот, но... Никто не знает. Мы никто не знаем, мы тоже не знаем, мы надеемся на лучшее, скажем так. Да, вот, вы знаете, мы будем смотреть и наблюдать за ситуацией, но вообще, как бы, ситуация такая, скажем, печальная, вот, и когда у тебя уже начинают люди, которые очень хорошо разбираются в экономике, типа российских олигархов, вот, когда они уже начинают говорить, что, ребята, ну, это просто, просто жесть, вот, как бы, ты уже понимаешь, что это реально просто жесть. Выступление одного, там, миллиардера на Краснодарском форуме, на Красноярском форуме, я забыл. Он там хорошо сказал, что, чуваки, это 90, умножайте просто на 3, и будет то же самое. И кто-то им запостил картинку на Тит-Жорнале, что, типа, это 284, что ли? Ладно, ребят, короче, короче, ребят, еще в одном месте все не очень хорошо, и это не, как бы, не у нас. Дело в том, что компания Twitch, которой мы периодически по ней, знаете, проходимся, пинаем ее, там, типа, по голой заднице. Дело в том, что, как вы помните, у Twitch постоянно происходят, с одной стороны, моменты, когда у тебя огромное количество модераторов или людей выходят, там, бьют себя в грудь и говорят, какие мы, там, типа, все крутые, прогрессивные, там, и так далее, и так далее. А с другой стороны, у тебя происходит Амазон, который потихонечку закручивает гайки и говорит, что, типа, ребятки, надо строить бизнес. И в какой-то момент сейчас в Twitch наступили прям совсем большие проблемы, оттуда ушло 360 сотрудников буквально за последние пару месяцев. Интересно, сколько у них было вообще, в принципе, сотрудников? Ты знаешь, я думаю, что с учетом всяких модераторов таких около наемных, я думаю, дофига народу. И вот я фиг знает, но я думаю, дофига, учитывая вот этих всех модеров, скорее всего, много, особенно региональных каких-нибудь там модераторов, вот, и так далее. И плюс еще руководители уходят и говорят, что там проблем, на самом деле, много в компании, причем сотрудники, в первую очередь, им не нравится курс развития компании, который, вот какой он там сейчас, и атмосфера внутри. И поговаривают, что одна из самых больших проблем, якобы, заключается в том, что, типа, Twitch слишком сильно сейчас напирает на монетизацию, и все делает, типа, не для души, вот, а для денежков, вот. Ты знаешь, там интересная была ремарка на Game Industry, там писали о том, что в компании раньше были принято по пятницам устраивать мини-корпоративчик такой, знаешь, там, типа, сокращенный рабочий день, ну, и там, типа, столики с бухлишком. И один из сотрудников, которому не нравилась компания, в тот день, когда контора заявила, что мы больше не будем устраивать casual Friday, то есть у нас не будет такой истории, что никакого тебе корпоративчика по пятнице вечером, вот. Он снял штаны, насрал в коридоре и размазал свои фекалии по стенам, прикинь. То есть, если честно, это как-то очень странно. Это, 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 это говорит, что вот, типа, насколько люди... Какие люди работают. Какие люди работают в Твиче, да. То есть, это очень странное поведение, скажем честно, но, видимо, это говорит о том, что HR тоже не знает, кого он там туда нанимает. То есть, это... Я в последнее время вообще удивлен тому, какие, какие HR, каких людей нанимают после ряда собеседований. Потому что, когда у тебя есть квота на Diversity, ты получаешь... Макс, это не, это, это вот ты зря так говоришь. Потому что совсем не факт, что до Diversity, а вполне возможно, что там нанимают, например, опираясь на софт-скиллы. И они считают, что, типа, если ты мягкий, нейтральный, не способен ужиться в команде, значит, тогда все окей, короче. А если у тебя кукуха слетает, когда ты перебрал немножко лишнего, то это ничего страшного. Ты же никак это не проверишь на собеседовании. Слушайте, я вспоминаю историю на фоне этого, как я работал в пиар-агентстве в 2011 году. И мы тоже решили устроить небольшой корпоративчик в пятницу в честь того, что одна из наших сотрудниц увольнялась. И, короче, мы купили там вина, все выпивали, отлично все было, короче, засиделись допоздна, и в итоге вино закончилось. У нас было, типа, пять человек и пять бутылок вина. Ну, что вы думаете, короче, мы пошли искать, типа, осталось ли что-нибудь в офисе. И мы внутри в холодильнике, короче, порылись и нашли спрятанную охранником за йогуртами и за какими-то там фруктами бутылку журавлей. И, короче, выжрали бутылку журавлей. Вот. И наутро думали, что, типа, блин, надо же как-то там восстановить ему, типа, а то, как бы, хватится мужик там и так далее, короче. Ну, в общем, мы, короче, купили бутылку, вот, идем и хотим занести, короче, а там стоит охранник такой около холодильника и грустный такой. И мы, такие, подходим, короче, и спрашиваем, типа, а что вы грустный такой? Говорит, да ничего, нормально все. Он, такие, что-то случилось? Да нет, все хорошо. Такие, ну, ладно, хорошо, короче. Он такой отходит и берем аккуратненько кладем бутылочку журавлей на то же самое место. И потом днем видим, как это охранник ходит такой довольный. У него такая лупка на лицо. И мы такие прошли, ваши проблемы-то решились. Там, ты говоришь, да не было никаких проблем, все хорошо, все отлично. Мы говорим, да вы были грустные такой с утра. Он такой, я? Никогда. Была очень просто такая смешная история у нас. Ну и что ждет твич, как вы думаете? Что ждет твич? У твича все равно пока не реорганизация, мне кажется. Вы слышали, что у твича по статистике начало падать количество зрителей и количество стримеров. Но последние полтора года падает. Да, кстати, мы про это говорили несколькими выпусками ранее. Но тут надо учитывать, что когда был ковид, оно выросло резко, а теперь начало падать. Да, ты опередил мою мысль. И в этом плане посмотрим, что будет с твичом. Твич все равно от нас никуда не денется, потому что он живет на баблу Амазона практически. Чит на бесконечные деньги. Но мне кажется, все-таки его немного может попинать тот же YouTube, потому что несмотря на то, что у YouTube все очень плохо с метой, YouTube технически гораздо проще, чем твич. И YouTube все же сейчас начал основательно перекупать стримеров. Он начал работать с какими-то организациями по поводу того, чтобы организовать какие-то ивенты. И YouTube на самом деле в этом вопросе тоже усиляется, потому что все, кончился период роста для всех на самом деле, когда дело касается именно сервисов стриминга. Фактически рынок поделен. И сейчас все будут максимально выжимать бабки из юзер-базы. Там Facebook очень активно свой брат кастинг развивает. И они даже геймеров туда перекупают за последние пару лет потихонечку. Но они явно всю эту историю будут запихивать в свою метавселенную со всеми этими стримерами. И делать их, по сути, участниками вот этих самых метавселенных, где ты в VR будешь смотреть на стримы, переключаться, взаимодействовать с другими людьми, которые тоже смотрят эти стримы. Условно, знаете, как на концерте стоять и смотреть на какой-нибудь стрим, и вместе его обсуждать, друг другу тибэгать, друг другу и так далее. В общем, посмотрим. Но мне кажется, что Facebook активно со всеми этими метавселенными включится в гонку стримингов. И тот, кто не включится, могут поиметь проблемы от этого. Да, да. Слушайте, у нас еще... Да, давай. Да, говоря про всякие гонки метавселенной, объединение всяких разных неочевидных достаточно медийных ресурсов в один. Epic продолжает скупать популярные в игровой индустрии сайты, которые, в общем-то, предоставляют разные услуги независимым разработчикам. И в этот раз неожиданно Epic потянул на музыку. Они купили ресурс Bandcamp. Bandcamp — это очень-очень популярный среди игровых музыкантов, в первую очередь. Не только, он среди электронщиков очень популярный. Да, электронщики, многие музыканты, но в основном просто игровые композиторы им реально очень любят пользоваться. Я просто их знаю лично. Bandcamp — это сервис, где вы можете продавать свои альбомы. Это сервис, где вы можете продавать не только цифровые, но и физические копии своих альбомов. Причем по цене заплати сколько хочешь. Да, там очень гибкая бизнес-модель, там очень хорошие комиссии, там все очень классно и здорово. И поэтому, например, какие-нибудь музыканты уровня Остина Уинтери, это композитор Джорни, они очень любят пользоваться Bandcamp, потому что это классно, здорово и гибко. И Epic неожиданно купили их, неожиданно сказали, что вот теперь Bandcamp становится частью нашей экосистемы. И это, в общем-то, интересный ход с той точки зрения, что с одной стороны, как мы уже обсудили с Тимуром до записи, он позволит Epic фактически построить свою royalty-free музыкальную библиотеку. Представьте, вы сделаете игру, и вам надо поставить музыку, но у вас нет бюджета на композитора, а тут хоба, модулем подключается Bandcamp, и вы, как в библиотеке Ютьюба, собственно, выбираете нужный вам жанр, нужный вам темп. Да, и вы фактически абсолютно также можете платные музыкальные ассеты в свою игру покупать, то есть фактически это музыкальный и звуковой ассет-стор, по идее, это первое. Второй момент, не надо забывать, что у Epic есть очень серьезные издательские амбиции, и эти издательские амбиции выражаются не только в издании игр, потому что, смотрите, как здорово, вот вы в EGS покупаете эксклюзивную игру, условный Borderlands 4, выходит Borderlands 4, и вы тут же можете купить саундтрек на Bandcamp к Borderlands 4, то есть это, помимо всего прочего, дает тебе некий музыкальный лейбл, который ты можешь привязывать к своей издательской площадке, которая у тебя уже существует. То есть покупка с виду, она выглядит, ну, если вот просто смотреть не думая, ну, немного рандомно, но если подумать, в принципе, это логичный шаг для того, чтобы превратить Unreal в некий такой единый хаб, из которого разработчик просто не выходит. Он просто не идет на сторонние сервисы, он полностью варится в экосистеме Epic, и по-своему это, на самом деле, очень умно. Я, кстати, хотел в свою очередь дополнить, что Bandcamp, вот, на самом деле, очень крутая штука, потому что практически все треки, которые я покупаю для того, чтобы сводить для вам для завтра тюнсов, вот, я их покупаю на Bandcamp по большей части. Я сейчас вспомнил, помнишь, FES? Игра про... Да, я очень люблю его. Человечка в этой, FES, там очень крутой саундтрек, кстати. Вот этот саундтрек я покупал на Bandcamp. Да, вот, там вот, делал чувак по имени Disaster Peace. Да, 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 у него прикольный мазанчик, такой, типа... Ну, что-то, типа, а-ля такой 8-16-битный, короче, но при этом очень красивенький, да, чиптюн, вот. Вот, и, в общем-то, Bandcamp, опять же, типа, если вам нужны треки не для, не для того, чтобы, типа, их слушать просто, а для того, чтобы, например, там, их как диджеи сводить, там, играть, то Bandcamp это просто ваш выбор, потому что раньше, по сути, все покупали все только на битпорте и на дискоксах, вот, но на битпорте были какие-то просто сумасшедшие цены иногда местами, там, ну, типа, знаете, треки бывали по 8 долларов, как бы ты такой, блин, ну, это очень дорого, вот. Вот, а на Bandcamp ты можешь весь, там, сингл с четырьмя треками, допустим, купить, там, за 3 доллара или за 2 доллара, вот. Это все равно больше, чем если бы ты их послушал бы просто на Spotify, например, там, типа, или на Apple Music, вот, но при этом ты человеку платишь эти деньги живые, вот. И это круто, на самом деле, вот, поэтому Bandcamp я тоже очень люблю и очень советую, если вам нужны треки именно в физическом виде. А прикинь, как сейчас, да, для инди-разработчика, то есть, смотри, у тебя есть бесплатный движок Unreal Engine. Еще ассеты к нему. У тебя есть бесплатные ассеты, в том числе и с фотограмметрией, которые, как это назвал, свои. Да, у тебя Quixel, Megascans. Да, Megascans. У тебя есть бесплатная возможность, ну, наверное, бесплатно, может быть, платная, купить себе какую-то музыку, да, в свою игру теперь. Я думаю, что они еще будут сотрудничать с артистами и, скорее всего, типа, пишите, мол, саундтреки, делайте их royalty-free, а мы вам, допустим, за каждую игру, где, типа, ее добавят, допустим, вам выплатим. Ну, типа, там, или с продаж, или еще что-нибудь такое. Если твоя игра внезапно, там, выстрелит или просто, там, станет классной, то я думаю, что эпики ее еще и издадут в своем, там, условно, Epic Story и так далее. То есть, это, на самом деле, такой, знаешь, как это, компания полного цикла, да, то есть, полностью все, что закладывает. Игровая мегафабрика. Да, осталось, знаешь, что купить? Осталось купить Tumblr для того, чтобы рисунки рисовали люди. У них есть ArtStation. А, ArtStation. ArtStation круче, на чем Tumblr. Они гораздо круче сделали покупку. Тогда ничего не надо. Я просто в конце напомню, что когда-то Epic Games назывался Epic Mega Games, и как бы им не пришлось возвращаться к своему прежнему названию такими темпами. Да, да, вот. Слушайте, да. Да, давай. Да, еще одна история, связанная с, в общем-то, какими-то такими шагами конкурентов Epic, в данном случае, это Steam. Steam, наконец-то, выпустил Steam Deck и начал рассылать его по покупателям, там, сам Гейб ходил по Вашингтону, доставлял людям консоль. Для Steam это очень большой релиз. Valve очень гордится тем, что они сделали. Они уже озвучили планы, что они хотят развивать Steam Deck, что они хотят, значит, сделать уже вторую ревизию какую-то. Они еще первую толком не продали, уже вторую хотят сделать. Да, но проблема в том, что первая ревизия вышла далеко не такой беспроблемной, как многим бы хотелось. То есть пошли, во-первых, первые отзывы от блогеров, которые пощупали, а во-вторых, пошли первые отзывы от игроков. И ситуация странная. То есть железка реально крутая. За свою цену так тем более. То есть реально мощный процессор, реально мощный вообще в целом хардварный стэк. Но при этом есть очень странные шорткаты, которые Valve сделала. Например, очень плохая работа, одобряю, очень плохая работа от батареи. То есть там некоторые игры час-два дают. Можно там залимитировать FPS, получить 4-3 часа. Макс, извини, что тебя прерву на эту тему. Я вспоминаю, как в свое время, когда я только-только купил Switch и начал на нем играть в Zelda и прям удрачивал ее. И я ничего, естественно, со Switch'ом не делал. Но у меня Zelda жила максимум в 2,5 часа. Максимум. Там 2-2,5. И я помню реально этот момент, когда я начал писать в Twitter тогда о том, что типа, ребят, вы знаете, как-то грустненькие результаты какие-то. А мне все говорили, в смысле грустно, ты чё, это вообще так очень круто, классно. А сравнивать с чем, с 3DS? Я говорю, ребят, вы поймите, вы, вы все ржали над PlayStation Vita, когда она умирала через 4 часа. Вы ржали и говорили, что это вообще не, ну как, это не прототивная консоль, это фигня на опасном масле. Я говорю, и вы же теперь защищаете 2,5 часа у, типа, Switch'а? Типа, серьезно? Ну, потому что реально Vita могла играть спокойно 4 часа в Uncharted Golden Abyss. Вот. Ну, то есть, блин, это было очень круто. И Vita, Vita и по 6 часов могла жить некоторых игрок. В индюшатине во всякой такой несложной, да. Могу сказать, что так и было. Второй момент со Steam Deck'ом связан с тем, что там настолько паршивый экран, даже в дорогих версиях, что он проигрывает экрану базового Switch'а по цветопередаче, по вообще в целом гамме. То есть, вы понимаете, что они экономили абсолютно на всем? Да, я понимаю, но это же портативная консоль. Я никогда не понимал, почему в портативной Vita, которая стоила тоже недорого в момент своего выхода, стояла лет. Да. А здесь они даже LCD нормально не нашли, хотя LCD по цене грязи продали. Он реально стоит, как грязь. То есть, он сидит в китайских каких-нибудь штуках. Макс, ты понимаешь, что там, скорее всего, у машинки почти нет маржи. Она, скорее всего, продается в 0 или в минус продается. То есть, понимаешь, иначе ее бы price tag был бы там типа 800 долларов. Ну, как эти, знаешь, GPD Win и вот это все, которые там по 1200 долларов стоят по 1500 долларов. А Янео стоит 1300 полу баксов. Вот, и вы понимаете, что их же никто не покупает. Ну, то есть, покупают энтузиасты всякие, их там типа сотнями, даже не десятками тысяч, не сотнями тысяч. Ну, то есть, нафига тебе массовую консоль делать такую, что ее никто не сможет купить? Поэтому, естественно, они метятся типа в меньше, чем тысячу, и им приходится экономить вообще на все. Я бы, честно, лучше бы, знаешь, больше, более паршивые динамики бы сделал, чем экономил на экране. Ну, это ладно, это вопрос с преференцией. Есть хардварные проблемы, мы пока не можем делать выводы, насколько они распространены, потому что самих стимдеков доставлено не так много. Но то, что Valve говорила, что она вот точно избежит дрифта стиков, стики дрифтят. Они написали, что это вроде как решается калибровкой. Смотрите, если вдруг вы не знаете, что такое дрифт стиков, это когда вы оставляете просто консоль, вот она лежит, и у нее стики совершенно в статичном положении, но игра или система считает, что стики чуть-чуть движутся. Ну, там типа на 3, 5, 7 градусов отклонены куда-то. То есть, там так работает, по сути, этот контроллер внутри, что стик считается типа не до конца в нулевом положении. То есть, считается, что он типа застрял чуть-чуть, где-то куда-то двигаясь. Вот. Такая проблема бывает у старых DualShock'ов, у некоторых у новых даже бывает. Такое бывает у Nintendo Switch'а. И, в общем-то, ну, многие консоли этому подвержены, если уж по чесноку. Вот. Поэтому, когда у Valve говорили, что они этого постараются избежать, все такие типа, ну, давайте посмотрим. Ну, посмотрели, ну и чего? Ничего. Но, правда, реально, Макс прав, консолей очень мало. То есть, их пока, типа, там, ну, людей, которые постят о них какие-либо новости, они числятся сотнями. То есть, их там не 100 тысяч человек, а, типа, несколько сотен. Их очень мало. При этом, те косяки, которые понятны без большой выдержки, как мы говорили, вот когда мы обсуждали Steam Deck, особенно я и Дима, мы говорили, мы не сомневаемся, что у Valve получится хорошая железка. Потому что и Vive был хорошей железкой, и Steam Controller был хорошо собран, и даже Steam Link был очень неплохой штучкой для стриминга. Я знаю друга, который его регулярно использует со своим телевизором. Проблема будет в софте. Так, и оказалось, софт очень сырой, и даже люди, которые очень сильно топили за Steam Deck, типа Linus, говорят очень честно, фактически вы покупаете бета-версию. Того софта, который вы, наверное, когда-нибудь получите. Получите ли, это уже другой вопрос. Потому что банально даже списка внятного вывести на Steam Deck совместимых со Steam Deck игр нет, нельзя, нет такой возможности. Напоминает немного историю со Steam Controller, который, когда вышел, он официально Steam поддерживался через жопу. Ну, то есть, буквально там через полгода, что ли, по-моему, они починили всю эту историю, и если ты подключаешь Steam Controller, у тебя сразу же все там и призы, и прочее, все в Steam подхватывается. Но когда оно выходило, я помню, что народ жаловался, что он работал далеко не во всех играх, и это была очень странная история, покупать геймпад, который не работает. Был реально странно. Ну, просто не поспели. У них же горизонтальная матричная структура. Когда твой директор, это на самом деле твой бро, а твой бро, это твой дизайнер, он же программист, и вообще, типа, на обеде вы решили, что сегодня я буду дизайнером, короче. Ну, окей, давай, короче. Как там дела с играми? Ты знаешь, я устал. Потом попозже сделаю. Да вы потом, да. Да вы лучше вот сегодня выпьем, короче. Ну, давай. Футурам, посмотрим, мы же структуру за 40 к снигу. Но история в том, что, когда дело касается Steam Deck, если вы очень его ждете и в состоянии еще его купить, то имейте в виду, что софт будет сырой, и будет сырой достаточно долго, потому что там недоделано очень много вещей. И если на Linux Experience еще более или менее, то в плане того, как она работает с Windows, там все очень плохо. То есть, несмотря на то, что Steam Deck дает накатить вам Windows, она достаточно паршиво под него оптимизирована, и есть сложности, связанные именно с тем, как это все работает на винде. А поскольку через эмулятор все работает далеко не так гладко, как хотелось бы, там стоит, собственно, версия Proton, по-моему, то винда вам в определенный момент особенно для новинок пригодится, потому что, например, не все античиты работают с Linux, с Linux работают не все программы, которые... Разработчики Destiny уже сказали, что мы не будем поддерживать Steam Deck, сорян, у сорян, нам нужно античит дорабатывать под нее, нет никакого смысла, пока это дело слишком мало устройств. Нет никакой нужды это делать. В общем, посмотрим, что получится. Моя вера все еще сохраняется прежде, что Steam Deck станет очень яркой страницей в истории, которая будет именно страницей, которую мы перелеснем достаточно быстро. Я очень надеюсь на Steam Deck, я реально надеюсь, что это будет итеративная система, которая будет периодически раз в 4 года обновляться, соответственно, Valve, и это, по сути, станет такой реально Steam-машиной, той самой, о которой все тогда и мечтали, что... Причем ее не будут делать непонятно кто, это, знаете, вот любая штука, которой ты что-то делаешь, какую-то открытую такую вещь, типа, помните, в Windows Reality сделали шлемы? И что, и где они, да, и где эти шлемы, короче. Когда ты идешь, Steam-машины, знаете, сейчас все что-то там произведут, а мы просто сделали, типа, вот основу для этого, и никто ничего не произвел, сорян. Вот, как бы, я думаю, что, типа, пока вот Valve не будет сами выпускать, ничего не будет происходить, как бы, нормального. Но все эти новости о том, что... А, вы знаете, Elden Ring-то запустился, да, там, типа, Horizon тоже запустился, и это запустилось, и то запустилось. И это играет прям большой, жирнющий плюс, конечно, в продвижении Steam Deck, когда у тебя, ну, есть условный свитч, который, там, типа, Pux Ring, типа, маленькая такая консолька, да, а тут тебе берут и говорят, бро, даже ничего покупать не надо. У тебя вся твоя библиотека, ну, типа, почти все запустится. То, что ты играл на ПК, оно у тебя и на Steam. А еще, вдобавок ко всему, там же интересная история с сейвами, то есть ты можешь, например, играть на ПК, а потом такой нажать сохраниться и продолжить на Steam Deck. Это реально классно. Да, и все твои порно-визуальные на вылове все тоже будут ровно. Да, да, начнутся прям с того места, на котором ты остановился. Все так, да. То есть на ошибки из-за того, что у тебя не японская локаль. Где? Ну, слушать, давайте перейдем. Да, да. Давайте перейдем реально, кстати, к крутым новостям. Дело в том, что вы будете смеяться, мы очередной раз опять оказались правы. Вот. Дело в том, что, помните, мы рассказывали по поводу того, что компания Sony показывала периодически свою собственную машину. Ну, то есть они два раза это сделали. Они сначала показали совсем концепт, концептович такой, который как бы на видосах, типа, что вот мы сделали самоуправляемый электрокар. И, типа, вот примерно так вот он будет выглядеть. Когда-нибудь, может быть, мы его выпустим, но, скорее всего, никогда. Ну, в общем, хер знает. Потом они примерно через год пришли с второй версией этого концепта. И сказали, что, типа... Да. И сказали, что, типа, вы знаете, вообще-то как бы это уже не концепт, это уже почти готовая машина, короче. Мы, в общем-то, подумываем ее даже выпустить, что, в общем-то, как бы это вот-вот уже буквально на носу. И тогда Макс, если помните, много говорил о том, что на самом деле, ну, Sony таким образом демонстрирует свои технологии, которые, как бы, она продает другим вендорам, там, другим японским или другим, как бы, компаниям, говоря, что, типа, вот мы умеем делать самоуправляемую крутую штуку, вот у нас, типа, есть некая база для этого, да. И, типа, если хотите, мы вам ее, типа, продадим и поможем вам все это сделать, типа, правильно. Ну, и так и оказалось, потому что первая компания, из которой, в общем-то, Sony собирается делать такую машину свою первую, это компания Honda. Вот. И они с ними подписали, как раз-таки, соглашение о сотрудничестве и объявили, что создадут свою собственную, совместное предприятие на базе одного из заводов Honda, как раз-таки. И, да, реально собираются выпускать совместную машину, где Honda будет отвечать за всю, собственно, машинную часть. Вот. Как бы, если помните, сначала Sony сотрудничала с канадской компанией Magna, по-моему, она, да, так называется? Да, Magna. Это крупнейший поставщик запчастей в мире. Да, вот. Ну, как бы, у Magna, кстати, есть еще и автомобили, но они такие, знаете, типа, не серийные. Вот. Как бы они в гонках там участвуют периодически, там, и так далее. Вот. А тут все-таки у тебя Honda, это, ну, такой старый производитель, тоже свои пацаны из Японии, короче, которые, там, суперпрофессионалы, с, там, просто вековой историей практически. И, в общем-то, ну, сам бог велел реально с пацанами запартнериться. И Sony собирается им поставить свои, типа, супервысокоточные, там, всякие технологии, сенсоры, там, типа, всю внутрянку, внутрянку, всю, весь софт, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а Honda будет отвечать, соответственно, за автомобильную часть автомобиля. Вот. Я просто думал, Макс что-нибудь добавит. Да, и... Да, проси, проси, просто, ребенок. Но, смотрите, здесь история в том, что надо понимать, что, скорее всего, это будет не единственный, не эксклюзивный контракт, потому что Sony до этого говорила, что она хочет выступать как White Weibo. То есть, ей не очень интересно строить автомобили с нуля, или, там, становиться автопроизводителем, но, например, если ваша компания, у нее нет огромного департамента, который занимается мультимедийкой, селф-драйвингом, например, как у Tesla, она хочет получить современные сенсоры, современное оборудование, лидары, она просто будет продавать вам уже готовое решение. Это интересный момент, потому что, учитывая, что вы, там, я не знаю, какой-нибудь не очень большой европейский автопроизводитель. Я думаю, что следующая на очередь, кстати, знаешь, кто будет? Mazda, потому что Mazda, несмотря на то, что хорошо делает машины, но в плане технологичности этих машин, но они отстают, конечно, от всяких, там, BMW, Mercedes, Tesla, там, типа, Volkswagen и так далее. Поэтому Toyota, там, сама по себе, у Toyota все круто, да, вот. А вот Mazda, мне кажется, это как раз следующий претендент, условно, на то, чтобы посотрудничать с Sony и сделать тоже, типа, машину нового поколения совсем. Да, и поэтому вот такой вот поворот White Label, это классная история для Sony, потому что она ничего не тратит в экспертизе, в которой ни черта не понимает, в данном случае, это зачем Sony разрабатывать коробку передачи, зачем Sony разрабатывать подвеску. Но, с другой стороны, Sony крупнейший поставщик сенсоров на рынок, крупнейший поставщик лидаров, лидар в вашем айфоне от Sony, крупнейший поставщик абсолютно всех сенсоров, которые касаются автомобилей. И поэтому, ну, это просто суперлогичное продолжение бизнеса, и я не удивлюсь, если через условные 10 лет бизнес PlayStation будет далеко не на первом месте для Sony в этом разрезе. Посмотрим, да, поэтому, как бы, сейчас непонятно чего как, но все-таки. Слушайте, мы хотели поделиться своими впечатлениями, потому что, несмотря на крайне тяжелую неделю для нас, для всех, мы выкраивали какие-то моменты для того, чтобы все-таки хоть что-то посмотреть, хоть во что-то поиграть. И, как бы, плюс некоторые вещи мы делали еще пару-тройку недель назад, но просто не успели об этом тогда рассказать. Да. Слушайте, я хотел рассказать вам про фильм, который называется «Кингсмен. Начало». И я могу сказать так. Вот годы ли два года, если что, кстати, из-за пандемии. Я очень люблю франшизу «Кингсмен». Мне нравился и «Кингсмен», и вторая часть, которая, как она, «Golden Circle», кажется, называлась. Да, «Золотой круг» она называлась, да. И «Кингсмен. Начало», которое в английской версии называется «The Kingsman», ну, то есть, типа, именно этот истинный... Люди, нет, это «Кингсмен», «Люди Короля». Да, да, да. Не «Люди», а «Люди» именно или «Человек Короля»? Нет, именно «Люди Короля». «Люди Короля». А, множество, да. «Государевы служащие». Короче, ну, то есть, понятно, что фильм отличается только артиклем, да, начальным, его названием на английском. В русской версии вы перевели как «Кингсмен. Начало», и это, в принципе, правильно, потому что это приквел. Там нету тех героев, которых вы знали, но там просто рассказывают о том, как, типа, создалась вот эта вот группировка «Кингсмен». Секретная организация. Типа, секретная организация, секретные шпионы, да, которые, типа, пытаются не допустить Первую мировую войну. Ну, забегая вперед, скажем, могу сказать, что у них ничего не вышло. Спойлер. Да, прикинь. Но есть впечатление такое, что это приквел абсолютно не нужен никому, даже создателям. То есть, есть моменты довольно прикольного экшена, которые они реально хорошо поставили, и явно над ним долго работали. Но в плане сюжета, в плане постановки, и вообще, в принципе, о чем это все рассказывается, это очень неровный фильм. То есть, по идее, это должна быть такая, типа, ну, комедия с таким уклоном в шпионскую историю, да. То есть, там должны быть какие-то злодеи, которых сейчас вот все эти шпионы поймают, и, типа, все станет хорошо и прекрасно. Но в какой-то момент там включается прям серьезная такая драма про Первую мировую. Там, то есть, ты такой, такое ощущение, что ты смотришь сначала комедию, потом тебе показывают кусок фильма 1917, помните? Да. То есть, вот вплоть до такого. И в какой-то момент там есть вещи, которые, ну, просто довольно странно смотрятся. То есть, там, например, есть... Да, что там про безумную клюкву какую-то там вообще Адовийшую. Клюкву, да, там... То есть, там, типа, все вроде пытаются превратить в шутку и в смехоту, но при этом говорят, что это выглядит настолько дико, типа, и странно, что... Ну, история в том, что там, типа, у каждого мирового лидера тогдашнего, да, типа, в Первой мировой войне у них есть свои, типа, люди, которые им на ухо шепчут. Знаешь, такой, типа, как это... Гнилоуст, который там нашепчивает всю историю. И у русского короля там есть Распутин, который выглядит как бомж, который любит маленьких мальчиков и не следит за словами абсолютно. Ну, то есть, прям, такой, типа, грубый чувак. Вот. И в какой-то момент главный герой к нему приходит, и главный герой у него сломана нога, и он ходит с тростью. Вот. И этот ему говорит, что, типа, я сейчас тебе ногу твою вылечу. И начинает лизать его ногу. Это смешно? Нет. Это выглядит странно. Ну, то есть, это выглядит... Даже не в контексте персонажа это выглядит странно. Ну, то есть, понятное дело, что там, типа, злодейский злодей должен быть злодейским, да, там, или там, хитрейский хитрей должен быть хитрейским, да, и так далее. Но в контексте фильма некоторые моменты реально смотрятся просто глупо. Или там, например, мужчина, который там немецкому королю нашепчивает что-то в ухо, это тоже очень странный персонаж, который просто ниоткуда. И вся история этого фильма выглядит следующим образом. Это прикольная экшн-сцена, очень неровное и довольно глупое кино. Я могу сказать, что его не оценили даже фанаты франшизы, потому что на МДБ у него что-то рейтинг 5,2 или типа того, когда последний раз я смотрел. Я могу сказать, что у меня Алене не понравилось, а она, в общем-то, очень любила даже вторую часть, которая, там, имела противоречивые отзывы на... Ну, если понравилась вторая часть. Нет, вторая часть была прикольная. Да, вторая часть, нет, мне она тоже понравилась. Я просто к тому, что это тот случай, когда фильм реально не оправдал ожиданий, скорее. Потому что бывают фильмы, которые, например, ну, плохо встречает пресса, а пресса, например, почти все блокбастеры попкорна вот такого типа, она их не очень любит. Ну, привыкли, что выходит как какой-нибудь форсаж, и у него там метакритик 40, вот. Но это нравится массовому зрителю, условный Uncharted, у него очень хороший зрительский рейтинг, у него очень хорошие сборы, несмотря на низкий метакритик. The Kingsman в этом плане, это фильм, у которого такой консенсус между зрителем и критиком примерно одинаковый. Это немножко грустно. Да, я думаю, что это был совершенно не нужен никому приквел, так что не смотрите, не тратите время. Зря. Блин, на самом деле я очень хочу посмотреть, когда все-таки выдастся момент, я, знаешь, так, сожму зубы и пойду все-таки посмотрю. А знаете, я хотел, наоборот, поговорить о хороших вещах. Дело в том, что, если помните, мы в нашем подкасте советовали довольно интересный сериал «Воспитанные волками» «Raced by the Wolves», который снят при прямом участии Ридли Скотта. Несмотря на то, что он продюсер исполнительный, но он сильно очень участвовал в создании сериала и в его съемках. Так что его рука там прям ощущается. И мы рассказывали, что первый сезон был немножко затянутый, там был довольно интересный сам по себе сюжет, наметки, и мы говорили, что есть большой шанс того, что это все происходит во вселенной «Чужого», судя по тому, как он закончился. Мне кажется, что они восприняли это как оскорбление и решили в втором сезоне показать, что нет, нифига, вообще нет. И от вот этих любых коннотаций с «Чужим» решили уйти вообще полностью, 100%. Подожди, а как же там в конце была штука? О, это сейчас ты просто вообще офигеешь. Короче, смысл в том, что, знаете, если градус какой-то наркомании, грубо говоря, в первом сезоне был 5% или 10%, ну и такой сюжет, который вяло тянется, то здесь выкрутили на 800%. То есть просто ты каждую серию, когда смотришь, там все у тебя какого-то отторжения от такой истории? Вообще нету. Там вообще, конечно, понятное дело, опять же, как мы это обсуждали, поскольку Ридли Скотта сейчас такой крайне религиозный период, аллюзий на Библию просто миллион. Ну, то есть прям очевидных аллюзий. Но он очень грамотно их все туда упаковал. Каким образом? Он это все упаковал в местную религию, которая, как бы, ну, очевидно, типа, имеет аллюзии с нашей современной религией. Напомню, что это там дело происходит, типа, через там довольно... Как их звали? Метрандисты или как они там? Метроидисты. Сейчас. Сейчас. Метроидисты, да. Вот так вот. Короче. И атеисты, соответственно, друг против друга воюют. Я напомню сюжет очень кратце, как бы, самого вообще сериала изначально. Что это, типа, якобы такое, ну, типа, не то чтобы супердалекое, но далекое будущее, вот, в котором с земли, которая погрязла в войне, и там буквально ядерным оружием друг друга уничтожают, по сути, атеисты и, вот, приверженцы, соответственно, местной религии. Религия, типа, которая вертится вокруг Соло. Сол, ну, типа, бог Солнца, вот, который дарит свет, свет знания, свет спасения, там, типа, ну, и так далее. Вот. И, соответственно, в какой-то момент, когда уничтожается почти полностью земля, с нее один из атеистов берет робота-андроида, берет второго андроида, который такой попроще, вот, и отправляет, по сути, зиготы детей человеческих вместе с этими роботами на... Да, эмбрионов. Отправляет на другую планету, на Кеплер-22b, это реально существующая экзопланета, вот, там они, естественно, типа, на нее отправляют. И, соответственно, эти два андроида, врезавшись на шаттли, еле-еле умудрившись спасти несколько детей, пытаются их вырасти, вот, и, соответственно, выращивают, но и, соответственно, пытаются там жить на этой самой новой планете. И дети потихоньку, кто от чего, кто от болезни, по одному умирают, пока не остается только один ребенок, а их всего было несколько штук. И в какой-то момент, в этот момент, прилетает ковчег с, наоборот, не атеистами, а как раз-таки религиозными чуваками, которые тоже спасались с земли, уничтожающейся, на эту самую планету. Вот. И дальше разворачивается сюжет вокруг, там, противостояния этой маленькой группки в виде андроидов двух и, там, ребенка, и как дальше продолжается сюжет. И он такой, скажем, местами вялотекущий. Вот. Но в втором сезоне там просто настолько такая, просто жесть происходит. А там вышел весь сезон или только по сериям вышло? Почти шесть серий уже вышло. И я могу сказать, что это единственный сериал за последнее время, каждую серию из которых, из которого я жду просто, прям вот жду. И очень хочется смотреть, потому что там навернули такого сюжета, что ты прям реально с каждой серией такой, так, окей, и тебе прямо новые вводные данные дают. И ты такой, так, окей, вот моя система координат, вот мои вводные данные. Ты такой, пытаешься выстроить в голове картинку, как там все на самом деле было. Потом тебе берут на следующую серию еще вводных данных дают, которые полностью переворачивают все, что ты только что посмотрел. Ты такой, блин, черт, что ж теперь-то вообще ничего не понятно. Ты такой, так, опять выстроил новую картину, наверное, вот это, вот это, вот это и вот это. Вот. И ряд событий, которые ты просто не можешь объяснить, потому что они какие-то совершенно непонятные просто. Потом раз, что-то происходит, и ты такой, ааа, так вот, что-то там было, типа, там, семь серий назад, вот. И это очень интересно. Я давно не встречал вот такого сериала, который именно вот научно-фантастический, который настолько был бы интересен и настолько круто подавал бы сюжет, что ты действительно сидишь. И вот, знаете, как все время, помните, было в Востворлде, когда мы смотрели, и ты прямо смотришь, и тебе вот выдают эти порционно данные, и ты с помощью каждых из этих данных начинаешь пытаться там развернуть клубок, а что ж там было на самом деле. Ага. И полностью переворачивается все это восприятие предыдущего сюжета. Мне очень нравится. Я вообще в восторге, потому что первый сезон был хороший, мы его аккуратно советовали, но второй сезон просто совершенно невероятно крутой. Там местами видно, что не супер много бюджета, местами снята там простенько, вот. Но за счет именно вот сюжета, идеи и того, что там происходит, ты готов прощать там любые даже мелкие какие-то огрехи. Ну и плюс вот эта вот атмосфера постоянно давящая, и саундтрек, который похож местами вообще на Кубрика и Тарковского, вот, прям вот саундтрек вот такой вот, ты прям сидишь и такой, все время пребываешь в состоянии то какого-то мандража, гипнотического сна, и как бы ты понимаешь, что вот ага, началась напряженная такая странная музыка, и ты такой, так, сейчас что-то будет такое непонятно. Раз происходит что-нибудь непонятное, и ты такой, блин, что произошло это? И потом тебе, типа, потихонечку накидывают фактов, которые могут потенциально объяснить, но ты понимаешь, что не до конца, и потенциально возможностей для объяснения много. Короче, мне очень нравится, если у вас есть возможность посмотреть его, сейчас с учетом того, что куча сервисов из России ушла, как бы не знаю, где вы будете смотреть, мне кажется, сейчас то время, когда вы можете смотреть, где хотите, вот, поэтому Воспитанные волками второй сезон, если вдруг не смотрели, посмотрите быстренько первый, так пробегитесь, вот, посмотрите первые, да, и идите смотрите второй, вот, потому что без просмотра первого будет очень тяжело понять, что происходит во втором, потому что там прям герои, их судьбы, как бы между ними взаимодействуют, иначе будет непонятно ничего. Слушайте, мы поиграли в Horizon Forbidden West, и я могу сказать так, многие у нас уже рассказывали про него, Тимур рассказывал свое впечатление. Я вкратце аккуратно превью, поскольку была ограниченная возможность рассказывать. Поиграли сколько можно, и я могу сказать так, мне очень нравится графон, мне очень нравится, как все сделано в игре, мне скучно в нее играть, то есть я не могу ничего с собой поделать. Мне кажется, что это не тот сиквел, который я ждал от Horizon Forbidden West. Мне кажется, на тебя просто сказывается настроение, потому что я прям что-то очень жестко в нее залив внезапно для себя, и я тоже также абсолютно через нее страдал. Ну, вот у меня не было такого. Потом в определенный момент я как-то собрался, можно сказать, и я вот сейчас три дня подряд в нее играю. Я нашел там один из элементов, сейчас еще второй элемент, кто пройдет, тот понимает, о чем я. И она очень... у нее та же проблема, что у первой части она не сразу раскрывается, очень многие крутые штуки там открываются, не сразу. И поэтому давайте я вам дам сразу совет, что вы должны сделать с Forbidden West. Пожалуйста, ни в коем случае не манчите по сайдам. То есть пройдите до определенной точки в сюжете, где вам дадут несколько очень важных инструментов, которые вы потом сможете использовать. И тогда игра станет гораздо веселее, тогда игра станет гораздо интереснее, и геймплей станет гораздо разнообразнее. То, что вы откроете ряд регионов, вы откроете ряд гаджетов, и у вас сразу вот, собственно, возникнет ощущение, что это сиквел. Второй момент, она не просто красивая, она невероятно красивая. И это все происходит в Open World, я напоминаю. Да, и там те локации, которые встречаются уже ближе во второй, третьей игры, они просто... ты роняешь пачку, и ты понимаешь, что это кроссген. То есть это ведь, строго говоря, не некстген, строго говоря, они были связаны там рамками PlayStation 4. При этом мне очень понравилось. Я просто стараюсь не повторять те пункты, про которые говорит Тимур, потому что Тимур очень хорошо про игру рассказал, и к нему впечатлениям, даже без спойлеров, действительно очень сложно что-то добавить. Но меня поразило две вещи. Во-первых, это то, что мир не стал больше. Вот это классно. Они не стали искусственно раздувать карту, как это обычно происходит в Сигео. В Assassin's Creed. Карта примерно такого же размера, на самом деле. Как первая часть, мне кажется, она больше, не? Она чуть-чуть побольше, где-то на треть, я думаю, но не критично побольше. Но она гораздо более насыщена, там гораздо больше активности, там гораздо больше уникального контента, там огромный пласт, связанный с подводными какими-то исследованиями. То есть карта, она стала не шире, она стала именно глубже, и это просто офигенно. Второй момент, это то, что сайды действительно написаны очень круто, потому что ты никогда не знаешь, где сайдквест закончится, где он начнется. У тебя есть несколько типов сайдов, которые тебе игра типа раскидывает. Ну, типа вот это вот сайдквест. И тогда ты знаешь, что скорее всего сейчас будет не какой-нибудь сайдквест, сейчас будет квестовая цепочка. Да, надо важно понимать, что сайдквесты здесь не подай-принеси. Подай-принеси там тоже есть. Эрнс, это называется эрнс, это называется поручение. И там оно сразу откладывается как поручение. То есть типа, это поручение, ты за него получишь какую-то прикольную финтифлюшку, но ты можешь его не выполнять. И третий тип, это чистой воды фарминг. Это вы собираете контракты, ну то есть там у мусорщиков всякие запчасти, вы за это получаете тоже какой-то эквип. И это все хорошо разбито. И поэтому игру очень легко проходить структурируя. Хотите проходить только сюжетный контент, пожалуйста, он весь вам раскидан по нужным закладкам. Хотите проходить вообще все, пожалуйста, опять же, игра вас не ограничивает. И она очень-очень-очень-очень уважает ваше время. Можно из любой точки перенестись. Можно абсолютно все вещи как-то сократить или упростить себе. Вплоть до того, что если вам там типа не хватает времени концентрации, можно его в настройках увеличить. И в этом плане Forbidden West, мне кажется, это та игра, в которой хочется сбежать от всего того, что происходит, и она дает тебе эту возможность. Я залип, я планирую пройти ее до конца. Единственное, что я не разделяю, и это мое мнение, оно не обязательно правильное. В игре ругают паркур, у меня с ним проблем не возникло. Там есть проблемы, точнее, были проблемы с анимациями, которые пофиксили очень многими фиксами, которые вышли. Там были проблемы с распознаванием. Но мой вам совет, если вы испытываете какие-то сложности с платформингом, во-первых, сканируйте просто фокусом, все вокруг, и там реально будет подсвечиваться. Не помогает. Там местами есть прям совсем тупые моменты, когда, например, ты залазишь на финальную... Ну, то есть ты лезешь-лезешь по горе, и у тебя есть финальный ледж, так называемый, ну, то есть, типа, уступ. И она не подтягивается по нему. И она не подтягивается, и тебе нужно полазить влево-вправо, пока она не дает мне место, где можно подтянуться. Это пофиксили как раз. И второй момент, всегда смотрите, то есть, если вы не уверены, надо прыгнуть или просто передвинуть стик, если Элой вытягивает руку, это значит, надо прыгнуть. Если Элой руку не вытягивает, это значит, что вы либо не допрыгнете до этого уступа, либо... Макс, есть проблема. Если вы играете как в Assassin's Creed, и вы привыкли, что все происходит примерно само, и персонаж прыгает, то здесь есть момент, когда вы зажимаете стик вперед, и там, типа, условно прыгаете как бы вперед, и есть места, где прыгать нельзя. Потому что если вы прыгнете, то ваш персонаж перепрыгнет через нужное препятствие. И нужно как бы реально в какие-то места прям аккуратно следить, что просто зажимаете кнопочку вперед, и она прыгает без вашего участия. А в некоторые моменты нужно нажимать кнопочку прыжка. И вот нажимать кнопочку прыжка в некоторый момент нельзя. Иначе пропасть прыгнешь. Не знаю, в любом случае платформинг не такой страшный, но я знаю, почему они так сделали. Это не очень удобно в тех местах, где надо просто лазить. Но я когда освоился, в бою получается очень здорово. Ты как бы комбинируешь этот парашют, ты комбинируешь копье, ты комбинируешь отскоки от стены, и можно очень эффективно уходить от атак, можно очень эффективно в стелсе убивать там бандитов. В этом плане акробатика, она стала более ориентированной. Макс, можно эксплойтить места, в которые нельзя зайти, пока у тебя нет какого-то гаджета. Берешь, отпрыгиваешь от стены, летишь со скалы, и залетаешь туда, куда тебе нельзя заходить. Ну это как бы ерунда, то есть это не всегда работает, и это не та вещь, которую я хочу в игре, чтобы понять, как пройти сквозь стенку, которая закрыта. Дима, понимаешь, там есть момент, связанный с тем, что они сделали довольно интересную тему с сайд-квестами. Дело в том, что, по идее, ну как бы их не обязательно проходить, но они местами довольно классные. Но люди типа меня, они сделали довольно, так скажем, ревординг, как это правильно сказать? Вознаграждающую. Вознаграждающую, да, вознаграждающую такую штуку, что систему, что если ты тратишь много времени на сайды, то ты типа раскачиваешься, у тебя появляется больше способностей, больше всего, хп и так далее, и так далее. И в итоге, когда ты приходишь по сюжету в какие-то места, тебе подразумевается, что ты должен быть меньше в уровне, а ты такой просто Рэмбо пришел. И вот я очень люблю это, понимаешь? Потому что, например, когда мы разговаривали, помнишь, то ли с Ромой Трубоморфом мы, по-моему, разговаривали, он говорит, что я вот там прошел, типа, вот это, вот это, вот это, типа, как бы, а я прошел только треть того, что он прошел. Он говорит, вот я все это прошел, и я 26-го левла. А я говорю, а я прошел только треть того, что ты прошел, и я 35-го. Ну, это манчкизм, я терпеть не могу такую историю. Я обожаю такое. А мне очень нравится, что игра тебя не держит за ручку и дает тебе контент проходить в своем темпе. Хочешь, смотрите, я просто объясню. Я играю ради сюжета. Мне интересно, чем вся эта история закончится. И судя по тем отзывам друзей, которые ее уже прошли, она заканчивается, ну, по сути, ничем. Там, задел, типа, на следующую игру, да, там, Horizon Forbidden North или, я не знаю, что-нибудь такое, типа того. Вот. И я, мне интересно, что там будет развиваться в плане сюжета, потому что, ну, пока что, вот пока я играю, я не очень далеко прошел, сюжет, в принципе, интересный. Вот. И я понимаю, что все те вещи, которые меня бесили в первой части Horizon, они практически целиком переехали и сюда. То есть, постоянный сбор вот этих вот, как эта штука называется, господи, ресурсов для крафтинга, да. Причем, ладно бы это было сделано, как это сделано в Ghost of Su7, когда ты просто нажимаешь кнопку, и у тебя автоматически рядом в каком-то радиусе от персонажа просто пропали все эти вещи. Не в курсе, что там есть автолут в настройках? Нет, не в курсе. Спасибо, что сказал. Вот теперь я его включу. Ну, там еще же хорошо, что у тебя есть этот стэш, и в отличие от первой части у тебя все, что ты взял, и к тебе не поместилось, оно все в стэш улетает. Когда ты подбираешь там предметы, Луя обязательно должна наклониться там к травке, взять ее, сорвать, положить с экраном. Не, не всегда, не везде. Вообще не всегда. Абсолютно всегда, когда ты берешь эту ситуацию. Слушай, например, деревья просто пробегая, нажимаешь, и она их просто хватает. Да, но тебе надо держать треугольник, чтобы полностью у тебя заполнилась эта шкала. То есть, это занимает... Нет, на всякие деревья не надо. Несколько секунд, но это занимает время. Это очень сильно бесит, особенно после Ghost of Su7. Я подумал о том, что я бы с удовольствием поиграл вот в Ghost of Su7 с таким графоном, но не в Horizon. Некоторые моменты, которые там сделаны в плане боевки, например, мне вообще не нравятся. То есть, там, стрелять по рободинозаврам, ну, наверное, прикольно, но в какой-то момент я понял, что это настолько выматывающая и довольно скучная история. Ты после третьей, когда тебе дадут синий эквип, начнешь их так разбирать. Я, братан, я их и так разбираю, потому что я плюнул. Я сначала играл на харде, потом переключил на нормал, потом включил даже не изи, а режим повествования и понял, что я не получаю удовольствия ни так, ни сяк, ну, то есть, просто никак. Может, это тебе надо игру поставить на паузу и найти настроение. Вот, правда. Может быть, но я просто к тому, что я сейчас в неё поигрываю исключительно ради сюжета. Мне интересно, что будет дальше. Ради графона, может быть. Я в пику тебе скажу, что мне, наоборот, очень нравится геймплей. Мне очень нравится разбирать еблазавров этих всех. И я всё время нахожу возможности сделать это как-то красиво, клёво, правильно, потому что, например, там есть, типа, робот-бегемот, да, и у него есть ценный ресурс, который являются его клыки. А так как в игре теперь очень максимально тебя пытаются запушить, чтобы ты вот занимался тем, чтобы именно ценный ресурс добывал из еблазавров, вот, то интересно то, что, опять же, клыки добыть у него тяжело, прям сложно, вот. И ты изощряешься, прям, чтобы вот правильным образом по нему стрелять из нужных инструментов, нужным образом, чтобы получить именно эти, блин, сраные клыки у этого сраного бегемота, понимаешь? И в итоге, да, как бы ты делаешь это, и ты получаешь реально удовольствие от того, что ты его... Я уже думаю, такими темпами я скоро в Monster Hunter начну играть. Потому что, блин, ну это же реально, на самом деле, очень прикольно. И, опять же, вся вот эта история с крафтингом, как бы, она же вся, на самом деле, облегченная. Потому что, ну не смог ты собрать эти клыки у этого бегемота, хер с тобой, вот тебе вендор, который тебе их продаст, понимаешь? Ну, типа, тебе интересно, конечно, самому все это сделать, но можно и не делать, понимаешь? Потом в какой-то момент ты понял, что апгрейдить эквип, на самом деле, например, там, типа, какую-нибудь броню, да, не обязательно, потому что потом будет какая-то суперкрутая, там, ёба-броня, которую можно там проапгрейдить вообще суперклассно, да? И вот ее финальная такая, типа, броня, как бы. И вот размениваться на синенькую, на зелененькую, ее апгрейдить, ну и не надо, как бы. А у фиолетовой, может быть, тоже не нужно. Не так много, что вообще не проблема. Ну, суть на сторе, очень много, да, да. А на нормале не так много, а на харде вообще совсем мало. В любом случае, мне кажется, с Forbidden Westом надо просто отложить, найти настроение, потому что у меня была абсолютно та же ситуация в свое время с... Вот когда вам очень понравился Force Unleashed, я от него плевался, потом у меня поменялось некоторые вещи в жизни, я перепрошел Force Unleashed, ой, Force Unleashed, господи. Fallen Order, простите, пожалуйста. Я перепрошел Fallen Order, я такой, блин, а я точно в ту игру играл? Она же офигенная, она же такая классная, поэтому... Я согласен полностью с Максом, потому что, например, в свое время я так же без настроения бросил Dishonored 2, и я понимаю, что если бы я сейчас в него играл бы, то, скорее всего, он бы мне понравился, вот. И я поэтому придерживаю бэклоги как раз вот ровно для таких целей, при том, что, опять же, я могу сказать, что вот я же с дичайшим удовольствием проходил Odyssey, и я включил первый DLC, и просто бросил игру на нём, понимаешь? То есть оно настолько неинтересное, вот, при том, что все говорят, а там потом с Атлантиды, там вообще офигеть, какой крутой DLC. И я прям вот понимаю, что надо бы вернуться в Odyssey и поиграть, но у меня вот настрой пропал полностью, понимаешь? И сейчас, ну, такое время. При том, что вот сейчас у меня реально есть две игры, в которые хочется поиграть. Мне хочется поиграть вот в Horizon, и мы сейчас будем говорить про Elden Ring, потому что, типа, вот, мне очень понравилась дымка, как мы с тобой поиграли в Elden Ring. Мне прям вот настолько понравилось, что я прям понял, что, знаешь, вот, как всё время Bloodborne мы с тобой проходили. Да, да. Я прям очень хочу попроходить вот так же, потому что, ну, это было так весело, когда мы с тобой этого сраного кота убивали. Ладно, мы сейчас с тобой расскажем. Слушайте, давайте не спойлерите, я сейчас ещё быстренько прерву нашу всю эту историю, связанную с играми. Я посмотрел, вот как раз в попытке отличиться от Doomscrolling'а, я решил, что самый идеальный вот сценарий лично для меня, это я беру айпадик, я ложусь в кроватку под одеялко в ужасе, включаю какой-нибудь стриминг и что-нибудь смотрю. И я начал разгребать свой бэклог того, что я в стриминге хотел посмотреть, но откладывал, долго не смотрел. И один из таких сериалов это Ричард, который у нас называется Джек Ричард, который снял Амазон. Это новая экранизация по книгам, причём новая экранизация с новым актёром, там нет ничего общего с Томом Крузом. При этом один из продюсеров сериала это, собственно, режиссёр первого фильма про Джека Ричард, который потом стал режиссёром Миссии невыполнима, Райф Маккори. И мне очень понравилось. Ты знаешь, я словно посмотрел боевик с видеокассеты в про-80-е, но в формате 10-серийного такого шоу. То есть вот очень-очень сильно после того, как закончился сериал 24 часа, на телевидении не хватало такого тупого... Джека Бауэра не хватало, да. Да, такого тупого, абсолютно неизобретательного, суперпредсказуемого сериала про Тафгая, который раздаёт 7 люлей. У него не сюжетная броня, у него сюжетный силовой купол просто вокруг. Это настолько крутой персонаж, что все вокруг разлетаются от его крутости. И Джек Ричард — это ровно такой персонаж. И особенность Джека Ричард ещё в книжках была в том, что это был огромный амбал, но при этом у него были такие дедуктивные способности. «А-ля, он детектив Шерлок Холмс». И книги играли на этом контрасте, что несмотря на то, что он давал люлей, он был очень профессиональным сыщиком. Потому что до этого работал в военной полиции. У него там был свой специальный юнит. И фильмы это просрали, потому что Том Круз, он не очень высокий. И даже когда он накачанный, он не производит нужного впечатления. Мне кажется, как раз Том Круз, мне кажется, что он идеально в эту роль вписался, потому что он не амбал, но он такой мужик, который противоречит персонажу, Тимур. Но он тебе может дать пиздец. Я не спорю, не спорю. А фильм, точнее фильм, о книге, почему стали популярны и почему сериал их грамотно передаёт, именно на контрасте приходит чувак размером, я не знаю, с условного Батисту, но при этом у него интеллект, как у условного Камбербэтча. И помнишь момент, когда Батиста играл в Блэйдераннере? Да, да. И в самом начале он такой в очках, типа он доктор, там вот это всё, короче. Да, да, да. А потом нападает на главного героя, да. Вот примерно то же самое. И Джек Ричер очень здорово использует вот эту вот историю, потому что половина сериала это раздача люлей, половина сериала это такой детектив, где он исследует там какие-то заговоры, какие-то истории, связанные с тем, как там фальшивом, манетчики в США работают, вот это всё. Всё это сделано по книгам. Единственное, к чему я могу докопаться и чего вам не стоит ждать, не ждите хороших спецэффектов, потому что финальная разборка снята хорошо, экшн классный, сериал очень жестокий, там прям 18+, кровь в кишки, пресс тебя давит, вот это всё. Но настолько плохого дыма и огня я не видел даже в видосах на ютубе любительских. То есть местами там прям как-то очень странно с эффектами. А там нету вот этой истории, когда один персонаж бьёт другого, а там 10 монтажных склеек. Нет, 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 экшн снят очень хорошо, именно что. Я о чём и говорю. То есть это 10-серийный боевик из 80-х а-ля команда, а-ля ещё что-то такое, где чувак мстит, но мстит а-ля такой Шервак Холм с кулаками. Короче, здорово, неизобретательно, но если вам надо флечься, это просто замечательная вещь. И, ну, посмотрите её, где захотите. Мне нравится, как жанр на Кинопоиске определён как боевик, триллер, драма, криминал, слова. Слова. Что это значит? Там слова говорят, Тимур, понимаешь? Вдруг ты не хотел этого, так что имей в виду. Слушайте, мы поиграли с Тимуром в Elden Ring, она вышла тогда, когда, видимо, её уже отчаялся ждать абсолютно каждый фанат Dark Souls'а, потому что это очень долгий долгострой, это последняя игра From Software, и я могу сказать так, я видел, как многие залипают в Elden Ring. Подожди, можно я тебя прерву, скажу, что прям такой, то, что все думали, что это Dark Souls 4, мне кажется, это есть Dark Souls 4. Мне понравилось, как в StugGame сказали, что какой, тот момент, когда мы узнали, какое там количество контента, все шутки про то, что это Dark Souls 4 превратились в шутку, что вместо того, чтобы делать Dark Souls 4, From Software сделала 4 Dark Souls'а и воткнула их просто в одну игру, потому что там реально дофигища контента, но я могу сказать так, мне тяжело рекомендовать её, то есть смотри, у неё сейчас очень огромные рейтинги, то есть там типа везде пишут, это мастер пишут, это лучшая игра там за последнее время, что она побила абсолютно все рекорды продаж, что там у неё невероятно положительные обзоры и так далее и тому подобное. Но тут важно понимать вот что. Если вы никогда не любили Souls'ы, то вам и не понравится, потому что эта игра исключительно для фанатов. Она не может заставить там простого игрока влюбить в себя. Я видел пару раз примеры того, как люди, игравшие в Elden Ring, такие типа, ну вот ты выходишь в открытый мир, и чё? И начинаются вот эти вопросы, и чё? Как чё? Иди в любое направление, иди там типа ищи сам себе приключения, но многих, наверное, это отпугнёт. Второй момент, несмотря на то, что все игрожуры говорят о том, что эта игра типа одна из самых простейших Souls'ов, которые только сейчас есть, то есть если вы никогда не играли в Souls'ы, то, наверное, вы сможете в этой игре типа научиться как правильно в них играть. Нет, это не так, она не стала легче. Может быть, в каких-то вещах, которые привычны для тех людей, которые в Souls'ы играют, она действительно такой стала. Но для нового игрока это всё такое же жопа, разрывательное, долгое и требующее от тебя внимания, и с долгой кривой обучения действо, которое, в общем-то, далеко не всем понравится. Поэтому, если вы никогда не играли в Souls'ы, даже не пробуйте. Ну, то есть мне кажется, что вам не зайдёт. Если вы играли, то... Я не согласен, начать с тобой, потому что есть огромное количество людей, которые ни разу не играли ни в одни Souls'ыгра, а потом начинали играть в Bloodborne или Demon's Souls новым на PlayStation 5, и внезапно им заходило, и они внезапно их проходили. Поэтому вполне возможно, что этот тип игр может быть ваш, но вы просто об этом не знаете. Другое дело, что цена попробовать сейчас очень высокая, потому что цена на игры огромная. И если у вас нет возможности попробовать подешевле через какую-нибудь двойку, взять диску друга или ещё что-нибудь такое, то, конечно, тяжеловато сейчас немножко. Но вообще, я для себя могу сказать, что поскольку я играл немножко и в Demon's Souls, играл в Dark Souls 3, мы прошли Bloodborne, я могу сказать, что Elden Rings производит впечатление сложности примерно на уровне что-то среднее между Bloodborne и Dark Souls 3. Где-то примерно на одном уровне, где-то там. Потому что да, местами сложно, но для обычного обывателя с боссом будет прям совсем тяжело. Но не с боссами, с обычными чуваками. Даже довольно классно, интересно играть. Но, как правильно заметили, тоже, опять же, как Дима говорит, многие гражуры, игра из-за того, что у неё открытый мир, и ты волен ходить, где ты хочешь, ты можешь реально вкачаться прям как чёрт. И как бы вкачаться так, что у тебя босс будет отнимать не половину жизни или три четвёртых, а треть. Или вообще пятую часть твоих жизней будет отнимать. Ну, то есть ты можешь прям вкачаться до чёрта просто. И оружие, и то, и всё, и пятое-десятое. Поэтому, в принципе, как RPG, где ты можешь перекачаться и прийти к боссу, это возможно. Просто это займёт много времени. Готовы ли вы на это, хотите ли вы это делать, фиг знает. Но, с другой стороны, я хотел от себя ещё отметить, что из-за того, что это открытый мир, и там большое количество разных всяких донжонов, локаций и всего-всего, мы, например, с Димкой, когда в неё играли, а мы, в общем-то, проходили небольшую её часть, как бы мы поиграли, наверное, часов там шесть, там пять-шесть часов мы поиграли в коопе. Про кооп сейчас я тоже расскажу, но смысл в том, что мы набрали на большое количество боссов, мы с Димкой убили троих как раз. Да, но это не боссы, Тимур. Это, смотри, нет, смотри, ты зря так говоришь. Это формально всё-таки это боссы. Но, опять же, это то, о чём я хотел сказать, что у тебя появляются в игре боссы, которые, так скажем, не очень сложные и дают тебе некоторое ощущение, так скажем, того, что ты можешь хоть что-то сделать, хоть кого-то убить, как бы, и что, в общем-то, да, как бы ты вот что-то сделал клёвое такое. Я бы сказал, что в контексте, например, если сравнивать с ММО, то вот, например, если ты когда-нибудь играл в World of Warcraft, например, да, у тебя есть обычные враги, там, допустим, орки какие-нибудь, какие-нибудь бегающие олени, да? Я бы больше сравнил это с Destiny, что у тебя есть, знаешь, стрейк-босс, а есть рейд-босс, как бы, да? Ну вот в контексте Warcraft это была элитка, то есть у тебя идёт обычный, там, скелет, да, и вдруг идёт, там, типа, скелет в короне, это элитка. Вот эти боссы, которые мы с тобой встречали повсеместно в World of the Ring, это именно такие, типа, в какой-то смысле, может быть, усиленные противники, которые дальше встретятся, или очень редко это бывают какие-то уникальные боссы. Но, в любом случае, в самой игре существуют настоящие боссы, и один из первых ты встречаешь вот в самом начале игры, когда ты заходишь в замок, в том месте, где, куда тебя ведёт путь так называемой благодати, вот, и этот босс разваливает тебя, ну, просто потому что это, в этом его смысл, то есть это такая стена, которая должна тебя заставить пойти в другую сторону, пойти подкачаться, поднабраться опыта, и уже потом... Поэксплорить, что там вообще есть такое. Да, и уже потом вернуться к себе. Я не могу сказать, что я очень люблю такой подход к делу. Ну, то есть это... Ну, то есть понятное дело, что, наверное, это сделано специально. То есть это сделано специально, чтобы ты исследовал огромный мир игры, а он реально огромный. То есть я не представляю, какое количество времени в ней можно убить, и уверен, что там и часов за 300 легко может пройти, то есть если ты хочешь абсолютно всё посмотреть. Но, кстати, забавно, да, что вот ты только начинаешь игру, включаешь карту, и она кажется, ну, такой, ну, не очень большой, скажем так, да, а потом ты доходишь до следующего куска карты, и она расширяется ещё больше, а потом ещё больше. Ты такой, господи, да когда же это закончится? Она реально гигантская. Слушайте, а вы играли на PlayStation 5, верно? Да, да. Как технически она? Потому что на ПК-версии очень много нареканий. Слушайте, ну на PlayStation тоже жаловались, и на Xbox жаловались, вообще на все версии жалуются, но я тебе могу сказать, что после всех патчей, всяких первого дня, потому что мы, по-моему, играем уже в версию 1.0.2, что ли, или что-то такое, я тебе могу сказать, что в целом она идёт терпимо. Вот, знаешь, статоров, таких просто посреди игры тупых, таких статоров, ну, то есть это не ввод ворум. Их нету. А статоры, знаешь, где случаются в первую очередь? В кат-сценах, когда у тебя припрыгивает босс, и от всяких там эффектов непонятных, каких-то, знаешь, там типа дымы, разваливающиеся замка и так далее, у тебя там типа 33 FPS, а должно быть 60. Ну, я могу сказать, что я вообще не замечаю каких-то таких проблем, ну, то есть очень редко бывают просадки FPS, а так, в принципе, она идёт нормально. Это история на DigitalFundry, которые они говорили, что, мол, типа, можно запустить версию для PlayStation 4, и там всегда будет 60 FPS, а в версии для PlayStation 5 там постоянно то 50, то 55, то там, ну, очень редко 60. Я могу сказать, что я этого не замечаю. Возможно, что просто я не обращаю на это внимания. Возможно, я привык к тому, что вообще-то в Bloodborne вообще было 30. И мне было в целом норм, но хотелось 60. Слушай, ну ты у нас в Horizon играл, извините меня, в режиме 4K 30 FPS, а я каждый раз, когда его включал, такой просто очень красивый. Но играть я так не буду. Слушайте, говоря про движок ещё, я просто пока мы далеко от тех части не убежали, когда вы ругаете движок Golden Ring'а, надо понимать, что я немного покурил эту тему до записи. Движок Golden Ring'а, это знаете, что оказывается? Это до сих пор From'ы используют соневский опенсорсный Fire Engine. Это в времён PlayStation 3, что ли? Это движок, написанный для PlayStation 3, на нём сделано Unravel, Journey и Демоны первые. И, собственно, Fire Engine, это сейчас единственная студия, которая его использует, это From. У них там какой-то свой форк, но это всё ещё Fire Engine. Переходить на условный Unreal или ещё на что-то было просто технически сложно для From Software. Поэтому как бы, ну вот так. Ты знаешь, это вот когда люди, которые ведут зонды, запущенные в 80-е, и там на каболе всё написано. Да, но я не могу сказать, что это плохо. Не забывай о том, что Elder Ring' это же по сути кроссген, то есть это не нексгеновая игра. Она вышла везде, она как бы должна работать на Xbox One'е обычно. На Switch'е не вышла. На Switch'е, кстати, я сегодня видел ролик, где её запускают в режиме картошки на ПК, а я тебе уверяю, что это Switch'-версия. Она там реально выглядит плохо и понятно, что это так будет. Но при этом на Steam Deck'е её запустили, она на Steam Deck'е довольно-таки, ну, нормально работает. Вот, как бы, и в принципе, я бы не удивился, если её, конечно, для Switch'а как-то немножко там порезали, потому что, ну, выходит же все остальные типа нексгеновые там игры, условно, версии уровня PS4, выходит же типа на Switch'е просто везде всё порезано. Я думаю, что если урежут там разрешение до 540p, как бы, всё сделают на лоу, ну, нормально запустится, я думаю, всё будет работать. Да, я тоже думаю, что запустится, но просто, опять же, ты делай, не знаю, не 60 FPS, а 30, и у тебя сразу большую часть вопросов к... Слушайте, ну, я в свою очередь хотел сказать немножко про кооп, дело в том, что From'ы чуть-чуть доработали механизм коопа, но он примерно точно такой же, как везде во всех соус-играх, то есть, условно, у вас есть один человек, который типа звонит в один колокольчик, а другой звонит в другой колокольчик, и типа и вы друг друга типа находите, здесь это выглядит немножко по-другому, и они реальную систему сделали лучше, чем раньше, как бы чуть-чуть, но оно реально хорошо работает. Как это выглядит? У вас один персонаж берет и рисует в своем мире метку специальную, ну, примерно как вот эти лужи крови, специальную метку, а другой персонаж жрет специальные ремеди и начинает видеть эти метки, и по сути, если вы ставите как бы в настройках мультиплеера, что типа у вас есть некоторый пароль, ну, там, мы с Димкой взяли, поставили пароль, да, и, соответственно, мы начинаем видеть только метки друг друга, вот, и, соответственно, Димка берет, говорит, я вот встал тут и нарисовал эту метку, я прихожу в это же место, жру этот ремеди, нахожу его метку и по этой метке его призываю к свой мир, вот, и, по сути, то же самое, ровно наоборот, и точно такая же система, несмотря на то, что это open world, то есть это не локации, конкретные локации с конкретным боссом в финале локации, это open world, здесь система такая, что типа ты должен пойти и убить босса, любого босса в этом open world, то есть любой босс засчитывается за то, что типа твой партнер, который это призвал, он выполнил свою миссию и он отправляется обратно в свой мир, вот, поэтому, и самое главное, что в его мире, если вы убили этого босса, он не засчитывается, то есть он по сути пришел в ваш мир, убил этого босса, типа для вас, вы получили награду основную, ваш типа гость получил какую-то очень простенькую награду плюс души, и подразумевается, что вы должны после этого пойти и помочь вашему партнеру, вот, то есть вы по сути почти всех боссов должны убивать два раза, вот, то есть вы сначала в одном мире убиваете в своем, потом идете к партнеру, у него убиваете этого босса, мы так с Димкой в итоге сделали, вот мы трех боссов завалили, и мы короче вот в шесть раз так по сути играли. Да, Тимур поиграл не очень много, я поиграл побольше, я могу сказать, что, конечно, в одиночку некоторых боссов очень тяжело убивать, то есть прям очень тяжело, и вот этот мультиплеер, он помогает, ну, то есть вот этот Jolly Cooperation, который был со времен первого Dark Souls, оно, в принципе, во многом упрощает игру, вот, но я, опять же, то есть остановлюсь на том, что есть, если вы играли когда-нибудь там условно Dark Souls или там Dark Souls 3 или там еще во что-нибудь Souls подобное, то в Elden Ring вы разберетесь довольно быстро и просто. А вот то, что отличается от Souls'ов, это появившийся конь. Конь, на самом деле, который ты можешь вызвать в любой момент, он прям под твоей жопой появляется, то есть он не прибегает, как там во всех этих играх с открытым миром, типа как плотва какая-нибудь, которая там может застрять где-нибудь, там, не знаю, на дереве, он проявляется прям под твоей жопой, и ты можешь в определенный момент просто убегать, например, от противника, тут же сесть на коня и тут же пойти обратно в атаку на него. Конь делает... Знаешь, кстати, где он также появлялся? Он появлялся в Darksiders 2. Да, очень прохожий, кстати, в Darksiders. И еще такой момент, что он очень сильно меняет боевку с некоторыми боссами, то есть, например, вот так раньше было, пролетает какой-нибудь огромный дракон, в Dark Souls, и ты ничего с ним не можешь сделать. Ты можешь, конечно, теоретически его издалека расстрелять какой-нибудь луком, чтобы он на тебя не сагрился, и, в общем-то, наверное, большинство народа так и делало. А можешь его просто игнорировать, пробежал, забрал предметы или души свои и дальше пробежал. то в Элден Ринге схватки с огромными противниками они проходят в основном на коне, потому что ты, будучи просто пешком, ты вряд ли сможешь с ними как-то совладать. О, кстати, вопрос сразу очевидный. В КОПе так кони не работают? Да, именно это. И как ты завалишь таких боссов в КОПе? Это минус КОПа, братан, да. Ну, придумай что-нибудь, не знаю. Кстати, в КОПе еще интересный момент дело в том, что человека, который призывает, то есть типа хост по сути, у него в два раза меньше становится количество эстусов этих, ну, фляжечек с поушным длина. Это немного похоже, кстати, заметил, да, что это какая-то сборная солянка из соусов, из Блокборна, из там всех остальных, потому что некоторые, например, подземелья, они очень сильно похожи на чалису из Блокборна. Да, да, согласен. Прям очень похоже. Помнишь того, помнишь, что подземелья, где мы кота убивали этого летающего с огненным хвостом? Вот похоже реально тоже как раз на Блокборна. И на Блокборна было похоже подземелья, где мы этих двух демибистов убивали, которые вдвоем бегают, короче, вот тоже похоже было. Интересно, кстати, а если мы пришли в одиночку, было бы два демибиста или один? Два, почему? Тоже два? То есть ты один должен против двоих и еще куча мобов, которые бегают. Добро пожаловать, Тимур, это называется Dark Souls, да, тут то же самое все. Блин, ужасно. Я могу сказать так, Мейлдринг нравится. Единственное, что, опять же, я не очень много в нее наиграл, то есть прям по сути я... Не было возможности. По сути я посмотрел только вот центральную часть карты и немножко северную часть. Я убил того первого босса, который такой типа босс-стена, да, который типа преграждает дальнейший путь, которого нельзя замочить, пока не проскачаешься. Вот я раскачался и убил его с помощью там типа коопа. Но дальше я попал по сути в замок и замок очень сильно напоминает Demon's Souls. То есть вот в плане помещений, в плане постройки всех этих ловушек и того, как все это там сделано. И, говорю, у меня складывается полное впечатление, что это вот реально сборная солянка хитов. Знаешь, там типа вот как выпускают... Best Hits. Да, 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 выпускают типа альбомы. Best of From Software. Best of From Software. Это вот оно и есть. Я, кстати, еще не видел ни разу ядовитые болота. Уверен, что они там где-нибудь да появятся? Да, да, да. А еще есть возможность... что их там так много, что он ничего с собой поделать не может в каком-то интервью. Там еще есть такой момент, что там прямо как в Bloodborne можно прыгать по крышам. Типа в собор. Соборы и ты прыгаешь по крышам соборов. Вот. Прямо как в Bloodborne один в один. Так что там реально, Димка, ты абсолютно прав, это прям Best of From Software 99. Короче, я вам советую, ну и, наверное, Тимур тоже советует, а Максимка может быть когда-нибудь ты поиграть. Слушайте, я могу сказать, несмотря на то, что я очень хочу по проходить Demon's Souls, который, ну, как-то я немножко поиграл, но как-то вот подзабил на него. Ну, вот нету настроения. Мне очень понравился в свое время Bloodborne, который мы проходили в коопе с Димой. И, опять же, возможность проходить в коопе Elden Ring мне тоже очень понравилась, потому что в одиночку я понимаю, что я быстро забросил. А так, когда ты можешь покричать, Дима, за мной бегут, пожалуйста, Дима, помоги мне. Дима такой, что-что, я в туалет уходил? Да, да, да. Да, а что-что, что у тебя такое? Я говорю, убивают. Вот. Ну, типа, у меня сейчас две игры, в которых хочется прямо играть и проходить по возможности, когда такая возможность есть, потому что последнюю неделю возможности играть почти вообще нет. Я могу сказать, что я вот с момента, как мы с Димкой поиграли в Elden Ring неделю назад, я больше консоль не включал вообще. и не знаю, когда ближайшее время включу, но посмотрим. Вот. Я хотел сказать, что как бы у нас во время этого нашего замечательного думскроллинга, который происходит последнюю неделю и всех ужасов, вот, в общем-то, я могу сказать, что изредка выдается возможность посмотреть что-нибудь хотя бы. И мы недавно с девушкой посмотрели, мы давно хотели, посмотрели французского вестника Уэс Андерса. А что это? Если ты наверняка знаешь Уэс Андерса, на его фильм. Да, да, да. Вот. Я очень люблю его, как бы как-то, если ты наблюдал хоть раз в жизни мой инстаграм, ты наверняка видел, что я очень люблю симметрию, и вообще, знаешь, я на лекциях по композиции Уэса Андерсона и инстаграм Тимура, только, вот он сейчас только узнал, привожу в пример того, как работает симметричная композиция от центральной точки, потому что это очень хороший пример. Подумал о том, что у меня так давно нет фейсбука и нет инстаграма, что я инстаграм Тимура просто не видел никогда. Ну, ты периодически его показываешь даже у нас на завтракасте, включая его. Ну, я имею в виду, что я дошел там одну картинку, но имею в виду, что я не знаю, Но смысл в том, что даже в моем инстаграме, как бы, я очень люблю симметрию, поэтому каждый кадр любого фильма Уэса Андерсона, это такой типа Айкэнди, есть даже специальный сабреддит, который называется Accidental Уэс Андерсон. Ну, это типа случайный Уэс Андерсон. Как случайный Ренессанс, да? Да, и там реально огромное количество фотографий, которые люди просто типа нашли какой-то очень красивый симметричный кадр, сфоткали типа и говорят, ну, вот типа как будто из фильма Уэса Андерсона. И опять же, ну, то есть в плане того, как снят, французский вестник снят очень круто. Чтобы вы понимали, что такое французский вестник? Как и частично Отель Гранд Будапешт, его тоже фильм, он на него немножко похож. Это такой небольшой альманах. То есть это не законченная история типа от начала и до конца. Ну, то есть формально да, но на самом деле нет. Это такой типа набор историй, которые объединены одной сквозной сюжетной линией. Вот. И я могу сказать, что каждая из историй очень интересна. Стилистика, по которой они сняты, очень классная. Очень аккуратный юмор, который там сквозит, так скажем, как бы, он очень приятный и совершенно не напрягает. и опять же, там совершенно безумный звездный актерский состав, потому что Вассандерсон всегда собирает себе просто суперзвездный состав. То есть, там практически каждый актер, в кого не тыкни, это какая-то знаменитость. вот. Ну, я вижу, лею седу там. Там просто есть все. Да. Ну, то есть, там, типа, Бениси Дель Туаро, у него офигенная роль, там есть Toyota Chevrolet. А, Toyota Chevrolet, и человек, кстати, как он там. Ты знаешь, он, кстати, нормально. У него хорошая роль, которая максимально соответствует его реальному образу, как человека. Он там играет студента-анархиста, вот, такого француза, который максимально в себе такой неуверенный, и в любой момент всегда такой, да, да, я пойду сейчас, как-то он там говорил, я пойду на баррикады, типа, какие баррикады? Ну, мы еще их не собрали, короче, вот. Ну, типа того, вот, как бы, ну, ты очень, очень классный персонаж, как бы, и вообще, в целом, все актеры сыграли отличные роли, мне очень понравилось. И, кстати, у Фрэнсиса Макдормана там тоже очень крутая роль, вот. Короче, если вы любите фильмы Уэс Андерсона, обязательно посмотрите, потому что, опять же, это очередной крутой фильм Уэс Андерсона, скорее всего, мой совет вам бессмысленен, вы и так уже этот фильм посмотрели. Я вот посмотрю, я не слышал даже. Если вы, как бы, не там, не фанат ничего, как бы, просто периодически такие, типа, как бы, хотите посмотреть какой-то интересный арт-фильм, так скажем, особенно вы любите, как и я, например, фильм о Ле-Монахе, где, знаете, опять же, со сквозной сюжетной линией происходят какие-то интересные истории, этот фильм обязательно для вас. Если вам в целом нравятся красиво снятые фильмы, интересно снятые, необычно, вот, это тоже фильм для вас. Если же вам просто хочется немножко отвлечься, потому что фильм, он несет довольно интересную смысловую нагрузку, но при этом для тех людей, которые, как бы, так скажем, ну, там, типа, не особенно вдумываются и не особенно расшифровывают, что им пытаются сказать, даже для таких людей этот фильм будет все равно интересен и хорош. Он все равно будет приятен. Если вы вдумываетесь со смыслом, тоже хороший, вот, то есть, опять же, он подойдет широкому кругу, но при этом, если, знаете, вот вы смотрите, например, там с девушкой, девушка не любит, знаете, так скажем, арцифарции, фильмы, которые со смыслом, как бы, скорее всего, может не зайти, вот, ну, то есть, типа, он вроде выглядит прикольно, но что-то непонятно, что, почему, зачем, для чего, и вообще, какое-то все гротескное такое, вот, а там гротеска, гротеска хоть отбавляй, очень много гротеска, вот, но если у вас и ваши компаньоны, с которыми вы будете смотреть, и вы сами, как бы, любите такого рода фильмы, то обязательно посмотрите, он очень хорош, вот, я вам очень советую, отлично, дубль же, кстати, вышел, если что, идите в домашнем прокате, идите смотреть. Да, слушайте, еще один такой, сериал, который бы я сказал, на любителя, но очень любопытный, он сейчас, у меня стоит в вашей листе, кстати, он сейчас вышел на Apple TV+, он вышел, он будет выходить каждую пятницу, там будет 9 серий, его уже продлили на второй сезон, он называется Severance, разделение, это сериал, который для Apple TV+, сделал Бен Стиллер, да, тот самый комик Бен Стиллер, он является шоураннером, он является, помимо всего прочего, режиссером ряда эпизодов, и это очень интересный, необычный сериал, потому что, представьте себе, сериал Office, вот тот самый офис, британский, если бы его снимали по Филиппу Кадику, типа, все не то, чем кажется, или что? Очень тягучий, очень психотеремический, просто не спалери, потому что там очень интересный трейлер, я молчу, я молчу, да, кстати, там на момент, только завязку, расскажи только саму завязку, на момент четвертого эпизода все равно ни черта не понятно, но, это история, которая подается тягучая, там очень много ненадежного рассказчика, это триллер, с элементами, я бы сказал, сатиры, очень такой жесткой, местами сатиры, на офисную работу в целом, и суть сюжета такова, грубо говоря, существует медицинская компания, она называется «Люмон», в ней работают герои сериала, и они могут по своему желанию, это очень важно, по собственному желанию, пройти такую процедуру, она называется разделение, это когда вам в череп вживляют специальный чип, и то, что вы делаете на работе, то, что вы делаете в жизни, как бы у вас разделяется личность, на работе вы одна личность, в обычной своей жизни вы совершенно другая личность, и эти личности между собой не имеют никаких общих воспоминаний. Я, кстати, видел момент в трейлере, когда показывалось, как персонаж работает с человеком на работе, ржет там, обедает, вот это все, а потом показан момент, как он в обычной жизни едет на дороге, и чуть не сбивает человека, и говорит, «Эй, ты что, куда прешь? Ле, куда прешь?» И там, «Эй, сам куда едешь?» и так далее, а это его сотрудница, и они друг друга даже не узнают вообще. И на этом выстроена, на этом дуализме выстроена собственно вся интрига, к тому же внутри компании есть четкие правила, личностям между собой никак нельзя общаться, они подписывают специальное соглашение для этого, и вот пока на этапе четырех серий это очень интересный, очень медленный, очень медленный, если вы не готовы к темпу какого-нибудь скандинавского фильма, лучше не смотрите, экшена там не будет, интершум, диалоги, сплошные планы, такие симметричные, тоже холодные, расчерченные четко геометрией, четко расчерченные какими-то цветами доминирующими, но причем при этом смотреть это на удивление интересно по той простой причине, что сюжет, он перед тобой разворачивается, разворачивается, все становится понятнее, понятнее и непонятнее одновременно. Это именно такой правильный психологический триллер, а-ля, я не знаю, убик какой-нибудь, если хотите. И в этом плане мне очень нравится, потому что режиссура стиллера, вот три эпизода снял стиллер, второй эпизод сняла какая-то женщина, которую он привлек, но эпизоды сделаны прикольно, а сериал я начал смотреть, потому что в трейлере у главного героя моя Вольво. А, то есть у тебя привлекло это не воно, да? Я понял. У меня был шок, типа, в смысле Вольво с 90-97 года, что она еще серебристая, она еще и того же цвета, что у меня... В смысле? Как так? Я начал смотреть сериал, а это оказывается, знаешь что? Это оказывается стилистический выбор. У всех персонажей, кроме смартфонов и телевизоров, абсолютно все, чем они пользуются, это технологии с середины 90-х. Это создает эстетику сериала. Они ездят на старых Вольво. Точно так же, знаешь, где было еще, в каком месте? Это было в Sexual Education. Да. То есть, несмотря на то, что они используют смартфоны, а все ездят абсолютно на старой технике, стараются ходить в одежде старой, вокруг мебель старая и так далее, носят со смартфонами. А здесь выбран корпоративный, холодный, дорогой стиль 90-х. И это так странно выглядит, потому что, что такое Вольво S90, такой строгий седан какого-нибудь, СИО какой-нибудь компании. И вот этот вот мир холодной отстраненности, он очень здорово работает. Я не знаю, стоит ли вам смотреть разделение прямо сейчас в Англоинге, потому что это та история, которую, мне кажется, лучше проглотить целиком. Сейчас вышло 4 эпизода, и вам надо подождать еще где-то 5 недель. То есть, где-то в середине. что вы на второй сезон уже продлили. Его уже продлили на второй сезон, да, и там уже шоураннер говорил, что история, на самом деле, на двух сезонах будет. Ну, в смысле, за два сезона развернется. Но все равно советую вам добавить это в виш-лист, и когда он закончится, обязательно его посмотреть, потому что, во-первых, триллер от Бена Стиллера, это уже звучит. Да. А во-вторых, это, ну, реально Филипп Кадди. Ну, мне кажется... Заинтересовал. Заинтересовал Максим. Слушайте, я, отвлекаясь от всех этих историй, поиграл в Far Changing Tights. Это что такое вообще? Это инди-игра, это продолжение игры, которую сделали по-моему, финны ее сделали, если я ничего не путаю. Швейцарцы. А, ну, значит, швейцарцы. Короче, история была следующим. Была игра Far, в которой была... Long Sails. Long Sails, да. В которой была история того, что, типа, есть мир, в котором исчезла вода, и вокруг, типа, один песок, и маленький персонаж ставит парус на некое устройство, скажем так, которое представляет собой нечто вроде парового двигателя с колесами, вот, и едет, короче говоря, куда-то далеко. Changing Tights это то же самое, только разница в том, что здесь, наоборот, в мире есть вода, и ты, по сути, весь, все время игры путешествуешь на корабле, который плывет куда-то слева направо. Это двумерный платформер, очень похож на Insight, очень похож на Limbo, очень похож на, наверное, вот ту выходящую скорую игру от этих разработчиков, как она там называлась, Summerville, по-моему, да? То есть... Summerville, кстати, мы очень ждем. Да, вот Far Changing Tights это примерно то же самое. В ней нет ничего, что могло бы, скажем так, вас напрячь. То есть здесь нет врагов, здесь нет никакой стрельбы, ничего нету здесь. То есть ты просто куда-то едешь. Сломался двигатель, знаешь, надо его починить. Там, типа, накрыло волной, там, корабль пошел на дно, значит, надо как-то из этого выбраться и так далее. То есть вся игра под очень красивую музыку, под очень красивый такой визуал, ну, довольно, скажем так, скудный на детали, но при этом очень красивый. Вот под эту историю ты путешествуешь слева направо. То есть вся игра представляет собой именно это. Ваш корабль, соответственно, в какой-то момент получает там парус, в какой-то момент он получает там реактивный двигатель, в какой-то момент он получает возможность плавать под водой и так далее, и так далее. Но в целом это вот игра, которая идеально позволяет отвлечься от всего. она очень красивая, в ней очень атмосферный саундтрек, и он продается, кстати, отдельно, по-моему, в стиме. Это та игра, которая, ну, мне кажется, понравится любому, кто любит такие вещи. То есть, когда, например, ты выходишь на нос своего корабля, вокруг только волны, только ветер, атмосферная музыка, и ты минут пять просто плывешь, и ничего не происходит. Вот если вам такое нравится, то Far Changing Tides это для вас. А сам геймплей, он состоит, в общем-то, из такого микроменеджмента, то есть, там, прицепи для новое топливо для двигателя, там, типа, попрыгай на мехах, чтобы разжечь огонь, чтобы эти лопасти, весла начали крутиться, там, типа, подними упавший парус, или там, брось якорь и так далее. То есть, вся эта история, она, ну, скажем так, не должна отвлекать вас от атмосферы такой, типа, приключенческой игры. Вот. Мне очень понравилось, она есть бесплатно в геймпассе, ну, и, соответственно, она есть в Steam. Я не хотел ее купить себе, как раз с теми, потому что она была на какой-то дикой скидке, и я прям смотрел искренний видос, и думаю, блин, какая же она красивая. Она не была на дикой скидке, ты, наверное, ее перепутал с первой частью. Первая часть могла быть на дикой скидке. А, все, Аптодика, их две есть, получается? Их две, да. Тогда теперь понятно, да. Мне теперь интересно, что они будут делать в следующей игре, потому что, если первая игра была про пустыню, вторая про воду, то третья, по идее, должна быть про воздух. Про воздух. Ну, то есть, в этом, наверное, такая логика. Far changing skies, чего бы нет. Да, 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 да. Вот, это очень добавлено. Короче, я вам советую, и мне кажется, что это идеальная игра, когда вам, ну, просто хочется посмотреть на что-нибудь красивое и успокоиться. Это очень хорошая вещь. Советую. Ладно, ребят, мы потихонечку заканчиваем наш, наверное, один из самых коротких выпусков за последнее время. И самых сложных. И самых сложных. Нам было тяжело записывать, если честно. Да, потому что, знаете, если раньше тебе было просто тяжело, и мы понимали, что там нет настроения, нет силы и так далее, и мы просто брали и не записывали эти выпуски. Ну, то есть, давайте подождем там один-два дня. Да. Мы понимаем, что сейчас ожидание один-два дня ничего не решат, к сожалению. Поэтому, как мы уже говорили, количество людей, которые нас просили не бросать выходить и пытаться поддерживать, оно очень большое. И мы пытаемся, знаете, даже, типа, когда не смешно, когда не весело, все равно попытаться вам рассказать какие-то интересные новости, интересные впечатления. как-то отвлечься, да. Да, хоть чуть-чуть отвлечься. Слушайте, нам и вам, наверное, ну, всем, наверное, сейчас нужна помощь, но мы бы хотели все-таки вас попросить и поблагодарить тех, кто нам все еще донатит, о том, что нам, ну, серьезно, нужна ваша помощь именно в плане вашей поддержки. Если для вас дорого на Патреоне или, допустим, Apple Podcast по каким-то причинам не работает, подумайте о том, чтобы поддержать нас, например, на Boosty. Boosty.to slash Zavtrakast. Мы постараемся выходить и дальше. Мы никуда не делись, то есть мы вот все еще с вами. И отдельно мы хотели бы поблагодарить наших патронов, которые заносят Zavtrakast больше всего денег через сервис Patreon. Александр, до выгра. Кстати, не только на Patreon, но еще и на Boosty, потому что на Boosty у нас тоже есть специальный тир, для тех людей, которые захотят нам занести больше, чем остальные. Александр Довыгора, Арсений Вайс, Донатас, Екатерина Александровна, Ильин Егор, Михаил Аронов, Цехолинец, Алекс Колов, Артем Логинов, Артур Галиулин, Артур Васильев, Евгений Петрунко, FUNKOPRUSH.com коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Илья Кузнецов, Джаггер Меш, Максим Лебедев, Маск Ульт, подкаст про историю любимых франшиз. Майк Брюханов, Мистер Валери, Никита Стрельников, Павел Петлич, Павел Стариков, Сергей Язовский, Тью Джин, Валерия Неборская и один из Завтрошей, который посчитал нужным остаться анонимным. Спасибо вам, пацаны и девчонки, за вашу поддержку. Которые нам заносят как раз таки на бусте, если что. носите Алексей. Спасибо вам за вашу поддержку. До новых встреч. Да? Давайте. Давайте, ребята, время тяжелое, пожалуйста, держитесь, берегите себя, берегите ваших родных, старайтесь сделать все, чтобы выжить, вот, и чтобы все у вас было нормально. Мы очень будем надеяться на то, чтобы все это закончилось. Да. Счастливо, ребята. Давайте, все, пока. Давайте. Давайте.